Алмазный мовенец определялся критиками как повесть, мемуарный роман-памфлет, роман-загадка, роман с ключом, мемуарно-художественная книга, книга памяти, автобиографическая проза и т.д. Мовестический текст Валентина Катаева не структурирован. Каждая новая мысль начинается с отточия и маленькой буквы. Этот свой новый стиль Валентин Катаев неявно противопоставлял гладкописи официальной советской литературы. В этой его манере написаны лирико-философские мемуарные повести «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», «Разбитая жизнь» или «Волшебный рокоберона», «Повесть уже написан Вертер» и другие литературные произведения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима отправились в дом бывшего страхового общества России И там предстали перед Крупской Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом Вероятно реквизированным во время революции у какого-нибудь московского богача Во всяком случае, более чем скромный вид Крупской Никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева Синим сукном и причудливым письменным прибором Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков Ее рано посидевшие волосы стального цвета Закрученные на затылке узлом Из которого высовывались черные спильки Несколько неодобрительное выражение ее лица Все это, по-видимому, не очень понравилось Щелкунчику Он был преувеличенного мнения о своей известности И, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление В то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению Понятия не имело, кто такой знаменитый акмиист Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям Даже к какой-нибудь резкости со стороны Щелкунчика Считавшего себя общепризнанным кением Был же, например, случай, когда, встретившись с Щелкунчиком на улице Один знакомый писатель весьма дружелюбно Задал Щелкунчику традиционный светский вопрос «Что новенького вы написали?» На что Щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно в цепи сорвался «Если бы я что-нибудь написал новое, об этом уже давно бы знала вся Россия А вы невежды и пошляк!» Закричал Щелкунчик, кричаясь от негодования И демонстративно повернулся спиной к бестаптичному билетристу Однако в главполитпросвете все обошлось благополучно Надежда Константиновна отстоятельно, ясно и популярно Объяснила нам обстановку в современной советской деревне Где начинали действовать кулаки Кулаки умудрились выдавать наемных рабочих, батраков За членов своей семьи Что давало им возможность обходить закон о продналоге Надо написать на эту тему разоблачительную агитку Мы приняли заказ, получили небольшой аванс Купили на него полкило отличной ветчины Батон белого хлеба и бутылку телиани Грузинского вина, некогда воспетывающего Щелкунчиком Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда было принято Говорить к выполнению социального заказа Будучи в подобных делах человеком опытным Я предложил в качестве размера Бесшабашной четырехстопной хорей Рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора Кулаков я хитрость выдам Расскажу без лишних слов Как они, родни под видом, укрывают батраков Бодро начал я и предложил Щелкунчику продолжить Но он с презрением посмотрел на меня И, высокомерно скинув голову, почти пропел Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой Излишне торопливый четырехстопный хорей Лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей О различных жанрах сатирических стихов Причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Ла Фонтена И, наконец, русских Дмитриева и Крылова Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой Между тем Щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся Отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке И его работнице в отрачке Более всего подходит жанр крыловской басни Народно и поучительно Он долго расхаживал по комнате от окна к двери Напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова Останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы Потом снова начинал ходить взад-вперед Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что Есть разной хитрости у человека много И жажда денег их влечет к себе, как вол Он призадумался Пауза длилась ужасно долго Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой Я никак не мог вообразить, чем все это кончится И вдруг щелкунчик встрепенулся И, сделав великолепный ложно-классический жест рукой Громко, но вкратчиво протел Назидательно нахмурив брови Как и подавало великому баснописцу Кулак пахом Чтоб не платить налога Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно Наложницу себе завел Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится На этом и кончилось покушение Щелкунчика Включиться в агитпоэзию главполитпросвета Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина За упокой души нашего хитрого кулака пахома и его наложницы А я зализывал свои сердечные раны И продолжал ходить по редакциям в поисках заработка Существование случайное, ненадежное Но по сравнению с тем знойным, ужасным летом Поволжского голода 1921 года Который мы пережили в Харькове вместе с Ключиком Теперешняя моя жизнь казалась раем Можно ли забыть те дни? Многое ушло из памяти Но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени Поклялся, что однажды И он это видел собственными глазами Мы с Ключиком вошли босиком в кабинет заведующего Республиканским отделом агитации и пропаганды на Ахкомпроса А может быть и какого-то культоотдела Уже не помню Как называлось это центральное учреждение республики Столицей, который в те времена был еще не Киев, а Ахаттов Да, действительно мы шли по хорошо натертому паркету Босые Мало того На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубаки больничного типа Почему-то с черным клеймом автобазы И тем не менее мы вовсе не были подонками, босиками, нищими Мы были вполне уважаемыми членами общества Состояли на штате в Центральном республиканском учреждении Югроста Где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде Просто было такое время Разруха, холод, отсутствие товаров А главное Ужасный, почти библейский, поволжский голод Об этом уже забыли А тогда это было неслыханным бедствием Обрушившимся на Советскую Республику, только что закончившую гражданскую войну Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе Без знакомых, без имущества Одиноких Принужденных продать на базаре ботинки для того, чтобы не умереть с голоду Вообще-то мы обычно питались по талонам три раза в день С привилегированной так называемой вуциковской столовой Где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба А кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой И пять совсем маленьких леденцов В обед какую-то затеруху И горку ячной каши С четвертушкой крутого яйца, заправленного зеленым машинным маслом А вечером Опять ту же ячную кашу Но только сухую и холодную Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой Которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦК Жить можно Но однажды придя утром в столовую Мы увидели на зверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели Мы жили в бывшей гостинице «Россия» Называвшейся «Домом советов» В запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек Без простынь и без одеял Потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало В конце концов мы даже умудрились продать оболочки наших сификов А морскую траву, которой они были набиты Незаметно и постепенно выбросили во двор Куда выходило наше окно Внизу у конторки бывшего портье Сидел на табурете печальный старик-еврей Продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы Сначала мы эти папиросы покупали за наличные А потом стали брать в кредит И наш долг вырос до таких размеров Что нам стало неловко проходить мимо старика И мы норовили проскользнуть как призраки И были очень довольны, что послеповатый старик нас не замечает Мы не подозревали, что он нас отлично видит Но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает Потом, когда времена изменились к лучшему и мы расплатились Он нам в этом простодушно признался Итак, есть было нечего Курить было нечего Умываться было нечем Знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка Забыл ее название Посредине которой разлагалась неизвестная, как туда попавшая дохлая корова Со зловонно раздутым боком, издали похожим на красную деревянную ложку Было воскресенье Церковь на задах нашей гостиницы возле базарной площади Стрезвонила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей Мы голодали уже второй день Делать было решительно нечего Мы вышли на сухую замусоренную площадь Раскаленную полузенным украинским солнцем И вдруг увидели за стеклом давно не мытой пыльной витриной телеграфного агентства Выставленный портрет Александра Блока Он был в черно-красной кумачевой раме Мы замерли, как пораженные молнией Нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть злого Блока Услышать его голос Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму, где коротко сообщалось о смерти Блока Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта Изображенного, но уже успевший выгореть большой фотографии Кудрявая голова, прекрасное лицо Белые пророческие глаза Отложной воротник байроновской рубашки Такой противоестественной среди этого зноя Пыли провинциального мусора на запущенной площади города Оглушенного воскресным трезвоном базарной церкви Что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло В один миг в нашем воображении пронеслись все музыкальные и зрительные элементы его поэзии И ставшие давно уже как бы частью нашей души Ворву некошеном Красивая и молодая Нет имени тебе, мой дальний Нет имени тебе, весна О доблестях, о подвигах, о славе Революционные держите шаг Неугомонный, не дремлет враг И кельно дымные громады Донна Анна спит Скрестив на сердце руки Анна видит неземные сны Дыша духами и туманами И шляпа с траурными перьями И в кольцах узкая рука Далеко отступило море И розы оцепили вал Окна ложные на небе черном И прожектор на древнем дворце Вот проходит она Вся в узорном И с улыбкой на смуглом лице А вино уж мутит мои взоры И по жилам оно развелось Что мне спеть в этот вечер, сеньора? Что мне спеть, чтоб вам славно спалось? Только странная воцарилась тишина Отец лежал в аллее роз Это все написал он Нас охватило отчаяние Мы вдруг ощутили эту смерть Как конец революции Которая была нашим божеством Не в духе того времени были слезы Мы разучились плакать Мы с ключиком не плакали Потом мы молча пошли Сквозь адский зной Этого августовского полудня Вознемогающий от жажды Безлюдный Пыльный городской сад Или даже, кажется, парк И все равно, как он назывался Шаркая босыми ногами По раскаленному гравию дорожек И легли на дотла Выгоревшую траву Совсем желтого газона Несколько лет уже Не поливавшегося Вытоптанного Мы лежали рядом, как братья Вверх лицом к низовому солнцу Уже как бы невесомые от голода Ощущая единственное желание Покурить На дорожках мы и не нашли Ни одного окурка Мы как бы висели Между небом и землей Чувствуя без всякого страха Приближение смерти Чего же еще мы могли ожидать? Я никогда не думал Что смерть может быть так прекрасна Вокруг нас мир В котором уже нет блока Сказал ключик Со свойственной ему патетичностью Ничто не мешало нам перестать существовать Солнце и голод превращали нас Еще при жизни в мощи Мы чувствовали себя святыми Может быть Мы и впрямь были святыми? Сколько времени мы лежали Таким образом на выжженной траве Я не знаю Но душа все еще не хотела Оставлять нашего тела Солнце, совершая свой мучительно Медленный, кругообразный путь Опускалось в опаленную листву Мертвого парка Наступали сумерки Такие же жгучие, как и полдень Можно было думать Что они шли из вымершего заволжья А мы все еще К нашему удивлению Были живы Ну что ж, пойдем Сказал ключик С безжизненной улыбкой Мы с трудом поднялись И побрели в свою Остачертевшую нам гостиницу У нас даже не хватило сил Проюркнуть мимо старика Продающего папиросы Который со скрытым укором Посмотрел на нас Потом мы лежали На своих твердых кроватях И, желая заглушить голод Громко пели Не помню уже что Откуда-то с улицы Доносились звуки Дряхлой древолюционной шарманки Надрывающие сердце Усиливавшие наше покорное отчаяние В голой лампочке Под потолком Стали медлительно Накаливаться краснеть Вольфрамовой нити Давая представление О стеклянном яйце Пыльной колбочке В котором проклевывается Цыпленок чахлого света Из коридора иногда Доносились шаги глухие Пехотинцев И звон кавалерийских шпор Это проходили Постояльцы гостиницы По преимуществу Бывшие военные Еще не снявшие Свои формы Ныне советские служащие Звук этих шагов Еще более усиливал Наше одиночество Но вдруг Дверь приоткрылась И в комнату Без предварительного стука Заглянул высокий Красивый молодой человек Одетый в новую С иголочки Красноармейскую форму Гимнастерка С красными суконными разговорами Хромовые высокие сапоги Брюки галисе Широкий офицерский пояс А на голове Расстегнутая крылатая буденовка С красной суконной звездой Если бы на рукаве были звезды А на отложном воротнике Ромбы То его можно было бы принять По крайней мере За молодого комбрига Или даже надзива Легендарного героя Закончившейся гражданской войны Разрешите войти Спросил он вежливо Стукнув к углу камеру Вы наверное не туда попали Тревожно сказал я Нет, нет Воскликнул вдруг ожививший сплючит Я уверен Что он попал именно сюда Неужели ты не понимаешь Что это наша судьба Шаги судьбы Как у Бетховена Ключик любил выражаться красиво Вы такой-то Спросил воин Обращаясь прямо К заерошенному ключику И назвал его фамилию Ну Не без торжества Заметил ключик Что я тебе говорил Это судьба А затем обратился К молодому воину Голосом полным Горделиво Шляхетского Достоинства Да Это я Чем могу служить Я конечно Очень извиняюсь Произнес молодой человек На несколько Черноморском Жаргоне И осторожно Вдвинулся В комнату Но видите ли Дело в том Что послезавтра Именины Раисы Николазны Супруги Нилы Георгиевича И я бы Очень просил вас Виноват А вы собственно кто Командарм Прервал его ключик Никак нет Отнюдь не командарм Ну раз вы Не командарм То значит Вы ангел Скажите вы ангел Молодой человек Занялся Нет нет Не отпирайтесь Сказал ключик Продолжая лежать В непринужденной позе На своей жесткой кровати Я уверен что вы ангел У вас над головой Крылья Если бы вы были Меркурием То крылья Были бы у вас Так же и на ногах Во всяком случае Вы посланник богов Вас послала к нам Богиня счастья Фортуна Сознайтесь Ключик сел На своего конька И сыпля Мифологическими Метафорами Совсем Обескуражил Молодого Человека Который Застенчиво Улыбался Наконец Улучшить Минутку Он сказал Я конечно Очень извиняюсь Но дело в том Что я хотел бы Заказать Вам стихи Мне Почему именно Мне А не Горацию Спросил Ключик Но видимо Молодой человек Был лишен Чувства юмора Так как ответил Потому что До меня Дошли Суси Будто выступая В одной Воинской части Нашего округа Вы в пять минут Сочинили Буриме На заданную Тему И это произвело На аудиторию Особенно На палец состав Такое глубокое Впечатление Что Одним словом Я хотел бы вам Заказать Несколько Экспромтов На именины Раисы Николаевны Супруги Нашего командира Ну и конечно На некоторых Наиболее важных Гостей Командиров Рот Их жен И так далее Конечно Вполне Добродушные Экспромты Если можно сказать С мягким Юмором Вы меня понимаете Хорошо было бы Протащить Тещу Нила Георгиевича Оксану Содоровну Но разумеется В легкой форме Обычно В таких Случаев Мне пишет Экспромт И один Местный Автор Куплетист Но Антрну Сладит В последнее Время Я уже С его Экспромтами Не имел Того успеха Как прежде Я вам Выдам Приличный Гонорар Но конечно Эти стихи Перейдут В полную Мою собственность И будут считаться Как бы моими Обычно Я имею Успех И это Очень Помогает мне По службе Молодой Человек Залел Как маков Цвет И Простодушная Улыбка Осветила Его Постее Девящее Лицо Симпатичного Пройдохи Дело Оказалось Весьма Простым Молодой Интендант Территориальных Войск Делал Себе Карьеру Души Общества Выступая С экспромтами На всяческих Семейных Вечеринках У своего Начальства Ключик Сразу Это понял И сурово Сказал Деньги Вперед О Какие Могут Быть Разговоры Конечно Конечно Только Вы меня Ради Бога Не подведите Жалобно Промолвил Молодой Человек И выложил На кровать Ключика Целый Веер Розовых Миллионных Бумажек Как я уже Кажется Где-то Упоминал Более Похожих На аптекарские Этикетки Чем на Кредитки Завтра Я зайду За материалом Ровно В 17.00 Надеюсь К этому Времени Вы уложитесь Можете Зайти Через 30 минут 0.00 Мы уложимся Холодно Ответил Ключик Тем более Что нас Двое Ключик Нехотя Встал С кровати Сел К столу И под диктовку Молодого Человека Составил Список Именинных Гостей А также Краткие Характеристики После чего Молодой Человек Удалился Можно Себе Представить Какую Чечетку Мы Исполнили Едва Затворилась Дверь За Нашим Заказчиком Причем Ключик Время От Времени Восклицал Бог Нам Послал Этого Румяного Дурака Мы Сбегали На базар Который Уже Закрывался Купили У солдата Буханку Черного Хлеба Выпили У молочницы По агрессику Жирного Молока Вернулись В свою Гостиницу Предварительно Расплатившись С удивленным Евреем Взяли У него Два Десятка Папирос И Быстро Накатали Именинные Экспромты Наполнив Комнату Облаками Табачного Дыма Наши Опусы Имели Такую Успех Что Нашего Доброго Гения Повысили В звании И Он Повадился Ходить К нам Заказывая Все новые И новые Экспромты Мы Так К нему Привыкли Что Каждый Раз Оставаясь Без Денец Что У нас Называлось По-Черноморски Сидеть На Декохте Говорили Хоть Бы Пришел Наш Дурак И Он Представьте Себе Тотчас Являлся Как По мгновению Черной Палочки Фокусника Эта Забавная История Закончилась Через Много Лет Когда Ключик Сделался Уже Знаменитым Писателем Имя Которого Произносилась Не С Уважением Но Даже С Некоторым Трепетом О Нем Было Написано Разов Четыре Больше Чем Он Написал Сам Своей Чудесной Нарядной Прозе Мы Довольно Часто Ездили Конечно Всегда В Международном Вагоне В свой Родной Город Где Мальчики Вместо Абрикосы Говорили Аберкосы И Где Белый Воронцовский Маяк Отражался В бегущих Черноморских Волнах Пенившихся У его Подножья Мы Всегда Останавливались В лучшем Номере Лучшей Гостиницы С окнами На бульвар И на Порт Над которым Летали Чайки А вдали Разовел Столь Милый Нашему Сердцу Берег Дофиновки И мы Наслаждались Богатством И славой И общим Поклонением Чувствуя Что Не посрамили Чести Родного Города И Вот Однажды Рано А утром Когда прислуга Еще не успела Убрать С нашего Стола Вчерашнюю Посуду В дверь Постучали После чего На пороге Возникла Полузабытая Фигура Харьковского Дурака Он был Все таким же Розовым Гладким Упитанным Красивым И симпатичным С плутоватой Улыбкой На губах Которые Можно было бы Назвать Девичьими Если бы Не усики И вообще Не какая-то Общая Потертость След прошедших лет Здравствуйте С приездом Я очень рад Вас видеть Вы приехали Очень кстати Я уже Пять лет Служу здесь И Вообразите Какое Совпадение Командир Нашего полка Как раз Послезавтра Выдает Замуж Старшую Дочь Катя Так что Вы с Вашей Техникой Вполне Успеете Срочно Необходимо Большое Свадебное Стихотворение Так сказать Эпиталама Где бы Упоминались Все гости Список Которых Пошел Вон Дурак Равнодушным Голосом Сказал Клютик И Нашего Заказчика Вдруг Как Ветром Сдува Больше Мы Его Уже Никогда Не Видели Ты Понимаешь Что В материальном Мире Ничто Не Исчезает Я Всегда Знал Что Наш Дурак Непременно Когда Нибудь Возникнет Из Непознаваемой Субстанции Времени Сказал Клютик По своему Обыкновению Ставя Своё Замечание Роскошную Концовку Субстанцию Времени Причём Бросил На меня Извиняющийся Взгляд Понимая Что Субстанция Времени Не Лучшая Метафора Но Я Ему Простил В конце Концов Может быть Это Была Действительно Субстанция Времени Кто Его Знает Жизнь Загадочная Хотя В принципе Я И не Признаю Существование Времени Но Как Рабочая Гипотеза Время Может Пригодиться Ибо Что Как Не Время Скосило Уничтожило И Щелкунчика И Ключика И Птицелова И Мулата И всех остальных И превратило Меня в царика Путешествующего По Европе И выступающего В славянских Отделениях Разных Респектабельных Университетов Где Любознательные Студенты Уже Полурусские Потомки Граждан Бывшей Российской Империи Уничтоженной Революции Непременно Спрашивают Меня О Ключике Ключик Стал Мировым Именем И я Озирая Аудиторию Потухшим Взглядом Говорю По-русски Со своим Неистребимым Черноморским Акцентом Давно уже Обкатанные Слова О моем Лучском Друге Ключик Говорю я Родился Вопреки Укоренившемуся Мнению Не в Одессе А в Елисаветграде Семье Польского Точнее Литовского Дворянина Проигравшего В карты Своё Родовое Имение И Принужденного Поступить На службу В акцизное Ведомство То есть Стать Акцизным Чиновником Вскоре Семья Ключика Переехала В Одессу И поселилась В доме Как бы Повисшем Над спуском Порт В темноватой Квартире Выходившей Окнами Во двор Где Постоянно Выбивали Ковры Семья Ключика Состояла Из отца Матери Бабушки И младшей Сестры Отец На которого Сам Ключик В пожилом возрасте Стал похож Как две капли воды Продолжал Оставаться Картежником Все вечера Проводил В клубе За зеленым Столом И возвращался Домой Лис под утро Зачастую Проигравшись В пух О чем Извещал Короткий Извиняющийся Звонок В дверь Мать Мать Ключика Мать Ключика Была Может быть Самым Интересным Лицом В этом Католическом Семействе Она Была Вероятно Некогда Очень Красивой Высокомерной Брюнеткой Как мне казалось Типа Марины Миши Но я Помню Ее Уже Пожилой Властный С колдовскими Жгучими Глазами На Сердитом Никогда Не улыбающемся Лице Она Была Рождена Для того Чтобы Быть Хозяйкой Замка А стала Женой Акцизного Чиновника Она Говорила С сильным Польским Акцентом Носила Черное И ходила В костел С перчатками И с Кожаным Молитинником А дома Читала Польские Романы В которых Я заметил Латинская Буква Л Была Перечеркнута Косой Черточкой Что Придавало Печатному Тексту Нечто Религиозная И очень Подходила К католическому Стилю Сей семьи Ключик Ее Боялся И однажды Таинственно И совершенно Серьезно Сообщил Мне Что его Мать Настоящая Полесская Ведьма И колдунья Она Она Была Владычицей Дома Бабушка Ключика Была Согбенная Старуха Тоже Всегда В черном И тоже Ходила В костел Мелкими Мелкими Неторопливыми Шажками Месяюбкой Уличную Пыль Она Тоже Несомненно Принадлежала К породе Полесских Колдуньи Но только Была Добрая Дряхлая Отжившая Железных Очках Сестру Ключика Я видел Только Однажды И то Она Как раз В это время Собиралась Уходить И уже Надевала Свою Касторовую Гимназическую Шляпу С зеленым Бантом И я Успел С нею Только Поздороваться Ощутить Теплое Пожатие Девичьей Руки Робкая Застенчивая И заметил Что у нее Широкое Лицо И что Она Похожа На Ключика Только Миловиднее Как это Не странно Но я Сразу же Тайно Влюбился В нее Так как Всегда Имел Обыкновение Влюбляться В сестер Моих Товарищей А тут Еще Польское Имя Придававшее Ей Дополнительную Прелесть Мне кажется Мы были Созданы Друг для Друга Но Почему-то Я ее Больше Никогда Не видел И мое Тайное Влюбление Прошло Как-то Само Собой Ей Было Лет 16 А я Уже Был Молодой Офицер Щеголявший Своей Раненой Ногой И ходивший Скостылем Скостылем Подмышкой Вскоре Началась Эпидемия Сыпного Тифа Она И я Одновременно Заболели Я Выздоровел А Она Умерла Ключик Сказал Мне Что В предсмертном Бреду Она Часто Произносила Мое Имя Даже Звала Меня К себе Теперь Когда Все это Кануло В вечной Памяти Я Понимаю Что Меня С ключиком Связывали Какие-то Тайные Нити Может Быть Судьбой С самого Начала Нам Было Предназначено Стать Вечными Друзьями Соперниками Или Даже Влюбленными Друг С друга Врагами Судьба Дала Ему Как Он Однажды Признался Вахмелю Больше Таланта Чем Мне Зато Мой Дьявол Был Сильнее Его Дьявола Что Он Имел Ввиду Под Словом Дьявол Я Так Уже Никогда Не Узнаю Но Вероятно Он Был Прав Я Забыл Что Нахожусь В узкой Переполненной Аудитории Славянского Отделения Сорбонны В Гран Пале Я Видел В высоком Французском Окне До Пола Вычурно-массивные Многорукие Фонари Моста Александра Третьего И еще Голые Конские Каштаны С большими Надутыми Почками Как бы Намазанными Столярным Клеем Уже Уже Готовы Лопнуть Но Все Еще Не Лопнувшие Так Что Я Обманулся В своих Ожиданиях Хотя Всем Своим Существом Чувствовал Присутствие Вечной Весны Но Она Еще Была Скрыта От Глаз В Глубине Почти Черных Столетних Стволов Где Уже Несомненно Двигались Весенние Сотни Громадные Стеклянные Куполообразные Крыши Гран-Пале Его Ужасный Стиль 19 Века Неистребимая Память Дурного Вкуса Всемирной Парижской Выставки Впрочем Северной Италии Вечная Весна Тоже Еще Не наступила Хотя Вдоль Шоссе По дороге Из Милана В Равенну В Альпийском Тумане Светилась Пасхальная Зелень Пьемонтской Равнины И с нежным Дыханием Невидимой Горной Цепи Слышался Неуловимый Запах Рождающейся Весны Несмотря На то Что ряды Фруктовых Деревьев Пробегавшие Мимо нас Цыплята Табака Шпалерных Яблонь И распятие Старых Виноградных Лос По-прежнему Оставались Черными Лишенными Малейших Признаков Зелени И все же Мне казалось Что я уже Вижу ее Незримое Присутствие Стоит ли Описывать Древние Итальянские Города Республики Это дивные Скопления Покосившихся Башен Кирпичных Дворцов Крепостей Окруженных Рвами По пятьсот Залов В нефторах Со специальными Пологими Лестницами Для конницы С мраморными И бронзовыми Статуями Владык Поэтов И святых С гранитными Плитами Площадей И железными Украшениями Колодцев И фонтанов С балконами Говорящими Моему Воображению О голубой Лунной Ночи И шепоте Девушки С распущенными Волосами В маленькой Унизанной Жемчугами Ренессанской Шапочке В потемке Древних Храмов Обазилик Где призаривает Целых Снопов Пилоснежных Свечей Можно было С трудом Разглядеть Выпуклые Девичьи Лбы Мадон Со старообразными Младенцами На руках Чьи головы Напоминали Скорее Головы Епископов Чем Веселых Малюток Только Один Ключик Сумел бы Найти Какой-нибудь Единственный Неотразимый Метафорический Код Чтобы Вместить В несколько Строк Впечатление Обо всем Этом Ренессанском Великолепии Я же В бессилии Кладу Свою Шариковую Ручку Мы Промчались Прошуршали По безукоризненным Бетонным Дорогам Мимо Архитектурных Бесценностей Как бы Созданных Для того Чтобы в них Играли Шекспира И ставили Трех толстяков Ключика Впрочем Здесь нельзя было Найти площадь Звезды Для этого Надо было Вернуться В Париж И на метро Направление Венсен Нейи Доехать На колесах С дутыми шинами До площади Этуаль Ныне Деголь Где От высокой Триумфальной Арки С четырьмя Пролетами Расходятся Как лучи Двенадцать Сияющих Авеню Очевидно Туда Стремилась Фантазия Ключика Когда он Заставил Своего Тибула Идти По проволоке Над площадью Звезды Меня же Влекла К себе Равенна Одно Имя Которое Названо Александром Блоком Уже Привозило Втрепет С юношеских Лет Я привык Повторять Магические Сроки Все Что Минутно Все Что Бренно Похоронила Ты Веках Ты Как Ребенок Спишь Равенна У Сонной Вечности В руках О Как Мне Хотелось Отбросив От себя Все Что Минутно Все Что Бренно Уснуть Самому У Сонной Вечности В руках И Увидеть Наяву Как Передо Мною Далеко Отступило Море И Розы Отцепили Вал Чтоб Спящий В гробе Теодорик О Буря Жизни Не Мечтал Больше Всего Поражало Нас Особенно Кличика Неслышанная Магия Строчки И Розы Отцепили Вал Здесь Присутствовала Тайная Звукопись Соединения Двух Согласных З И Ц Как Бы Скрепленных Между Собой Необъяснимым Образом Силой Этого Сцепления Между Собою Роз Вокруг Какого-то Вала Мучило Меня Всю Жизнь И Наконец Я Приближался К разгадке Этой Поэтической Тайны Я Увидел На земле Нечто Вроде Купола Сложенного Из Диких Камней Это И был Склеп Теодорика Действительно Окруженный Земляным Валом Поросшим Кустами Еще Не Проснувших Сыроз Сцеплявшихся Друг за Друг Своими Коралловыми Шипами Вечная Весна Еще Не Наступила И Здесь Но Сцепленные В некий Громадный Венок Вокруг Склепа Теодорика Они Были Готовы Выпустить Первые Почки Местами Они Уже Даже Проклевывались Мы Спать Мертвым Сном Изобрела Его Поэтическая Фантазия Неточность За которую Грех Было бы Упритнуть Художника Визионера Зато Я понял Почему Так чудесно Вышло У блока Сцепление Рост Когда Мы Выходили Из Мавзолея И Столетний Старик Сторож Которого Несомненно Некогда Видел И Блок Протянул Нам Руку За Лирами Я Заметил По крайней Мере Десяток Кошек Со Своими Котятами Царапавшими Землю Возле Плошки С Молоком Старик Любил Кошек Очевидно Блок Видел Кошек Старика Который Тогда Еще Не был Стариком Но Уже Любил Окружать Себя Кошками Цепкие Когти Кошек И Цепкие Шипы Роз Вокруг Мавзолея Таудорика Родили Строчку И Розы Отцепили Вал Ну а Что касается Моря То Оно Действительно Отступило Довольно Далеко Километров На Десять Если Не Больше Но Плоская Серая Оно Не Представляла Никакого Интереса Дул Холодный Мартовский Ветер За Брэфистом Кипели Белые Волны Адриатики На Пристани Стояли На Сапелях Яхты И Моторные Боты Которых Готовили К весенней Навигации И Пахло Масляной Краской Ветским Нитролаком Суриком Бензином Только Не Рыбой На Обратном Пути Мы Посетили Церковь Святого Франциска Снова Попали в тьму И холод Католического Собора С кострами Свечей Я Бросил Автомат Монетку И Вдруг Перед Нами Как На Маленькой Полукруглой Сцене Ярко Озарилась Театральная Картина Поклонение Волхвов Малютка Христос Задрав Пухлые Ножки Лежал На Коленях Нарядной Мадонны Справа Волхвы И Цари Со Шкатулками Драгоценных Даров Слева Коровы Быки Овцы Лошади На Небе Хвостатая Комета И Все Это Вдруг Задвигалось Волхвы И Цари Протянули Маленькому Христу Свои Золотые Дары Коровы Быки Лошади Потянули К нему Головы С раздутыми Ноздрями Богородица С широко Висящими Рукавами Синего Платья Нежно И неторопливо Движениями Марионетки Наклонилась Толчками К малютке А на заднем Плане Два Плотника Все теми Же Марионеточными Движениями Уже Тисали Из бревен Крест И Римский Воин Поднимал И Опускал Копье С губкой На стрие Это повторилось Раз в десять И вдруг Погасло Напомнив стихотворение Сочиненное Мулатом Кажется Поклонение Волхвов Где Хвостатая Звезда Сравнивается Со Снопом Ключик Как говорил Я Был Человеком Выдающимся В гимназии Он Всегда Был Первым Учеником Круглым Пятеростником И Если бы Гимназия Не закрылась Его Имя Можно Было Быть Прочесть На Мраморной Доске Среди Золотых Медалистов Окончивших В разное Время Решильевскую Гимназию В том числе Великого Русского Художника Михаила Врубеля В ключе Всю жизнь Горевал Что ему Так и Не посчастливилось Сиять Золотом Рядом Врубелем Он Совсем Не был Зубрилой Науки Давались Ему Легко И Просто На лету Он Был Во всем Гениален Даже В тригонометрии А В латинском Языке Превзошел Самого Латиниста Он Был Начитан Интеллигентен Умен Единственным Недостатком Был его Малый Рост Что Как известно Дурно Влияет на Характер И Развивает Тестолюбие Люди Небольшого Роста Чувствуя Как бы Свою Неполноценность Любят Упоминать Что Наполеон Тоже Был Маленького Роста Ключика Утешало Что Пушкин Был Невысок Ростом О чем Он Довольно Часто Упоминал Ключика Также Утешало Что Моцарт Ростом И Сложением Напоминал Ребенка При Маленьком Росте Ключик Был Коренаст Крепок С Крупной Красивой Головой Шапкой Кудрявых Волос Причесанных А-ля Ситус По крайней Мере В юности Какой-то Пошлях В своих Воспоминаниях Желая Видимо Показать Свою Образованность Сравнил Ключика С Бетховеном Сравнить Ключика С Бетховеном Это Все равно Что сказать Что Соль Похожа На Соль В своем Сером Форменном Костюме Решильевской Гимназии Немного Мешковатой Ключик Был Похож На Слоненка Такой Же Широкий Лоб Такие Же Глубоко Сидящие Почти Детские Глаза Ну а Что Касается Хобота То Его Не Был Утиный Нос Впрочем Это Не Очень Бросалось В глаза И Не Портилось Пихетление Таким Он И остался Для Меня На Всю Жизнь Слоненком Ведь И Любовь Сможет Быть Слоненком Моя Любовь К Тебе Сейчас Слоненок Родившийся В Берлине Или Париже И Топающий Ватными Ступнями По Комнатам Хозяина Зверинца Не Предлагай Ему Французских Булок Не Предлагай Ему Котней Капустных Он Может Слить Лишь Дольку Мандарина Кусочек Сахара Или Конфету Не Плачу Нежное Что В тесной Клетке Он Сделается По Смеяниям Черни Ну И Так Далее Помните Нет Пусть Тебе Приснится Он Под Утро В Парче И Миге В Страусовых Перьях Как Тот Великолепный Что Когда-то Нес К Трепетному Риму Ганнибала Я Уверен Что Именно Таким Великолепным Ключик Сам Себе И Снился В Страусовых Перьях На Подступах К Вечному Риму Всемирной Славы Едва Сделавшись Поэтом Он Сразу Стал Иметь Дьявольский Успех У Женщин Вернее У Девушек Курсисток И Гимназисток Постоянных Посетительниц Наших Литературных Вечеров Они Окружали Его Щебетали Называли Уменьшительными Именами Разве Только Не Предлагали Ему С розовых Ладошек Дольку Мандарины Или Конфетку Они Его Обожали У него Завязывались Мимолетные Платонические Романтики Предмет Наших Постоянных Насмешек Он Давал Своим Возлюбленным Красивые Имена Так Имел Пристрастие К роскошным Словам Так Например Одну Хорошенькую Юную Буржуаску Носившую Ранневесной Букетик Фиалок К Перешпиленной К воротнику Кротовой Шубки Ключик Называл Фиордолизой Я Сегодня Иду В Александровский Парк На свидание С Фиордолизой Говорил он Слегка Шепеляя С Польским Акцентом Можно Себе Представить Как Моего Самые Близкие Друзья Птицелов И я Издевались Над этой Фиордолизой Хотя Втайне И завидовали Ключику Как Подавляющее Большинство Поэтов Насого Города Ключик Вырос Из Литературы Западной Одно Время Он Был Настолько Увлечен Растаном В переводе Сепкиной Куперник Что Даже Начал Писать Рифмованным Шестистопным Ямбом Пьесу Под названием Двор Короля Поэтов Явно Подражая Серано Дебержераку Я думаю Что Опус Ключика Рождался Из Наиболее Полюбившейся Ему Строчки Теперь Он Лампосит В Театре Умольера Помню Строчки Из его Стихотворения Альдебаран Смотри По темным Странам Среди Миров В Полночной Полумгле Течет Звезда Ее Альдебараном Живущей Назвали На земле Слово Альдебаран Он Произносил Супоением Наверное Ради этого Слова Было написано Все стихотворение Потом Настало Время Метерлинга Некоторое Время Ключик Носился С книгой Марселя Швоба Воображаемые Портреты Очаровався Его Своей Расковностью И Метафоричностью Всю жизнь Ключик Преклонялся Перед Эсгаром По Считал Его Величайшим Писателем Мира Что 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 Помешало Ему В то же Время Очень Ловко Сочинять Поэзи Под Игорь Северянина А позже Даже Восхищаться Песенками Веркинского Это тогда Считалось Признаком Дурного Тона И Совершенно Напрасно Странность Которую Я до сих Пор Не могу Объяснить Ключик Упорно Настаивал Что Веркинский Выдающийся Поэт В доказательство Чего Приводил Строчку Аллилуйя Как Синя Птица Самое Поразительное Было То Что Впоследствии Однажды Сам Неумолимый Командор Сказал Мне Что Считает Веркинского Большим Поэтом А Дождаться Сах Командора Такой Оценки Было Делом Нелегким Ключик Опередил Нас Независимостью Своих Литературных Вкусов Он Никогда Не подчинялся Общему Мнению Чаще Сего Ошибочному Увлекался Ключик Также И Уэлсом Которого Считал Не только Разначальником Целого Громадного Литературного Направления Но Также И Великим Художником Несравненным Изобразителем Какой-то Печально Волшебной Англии Начала 20 века Так Не похожий На Англию Диккенса И Вместе с тем На нее Похожий Не знаю Заметили ли Исследователи Громадное Влияние Уэлса Фантастона Командора Автора Почти Фантастических Поэм И Бания С ее Машиной Времени Не Говорилось О постоянном Устойчивом Влиянии На Ключика Толстого И Достоевского Как бы Исключающих Друг друга Но в то же время Так прочно Слившихся В творчестве Ключика Воздух Которым Дышал Ключик Всегда Был Перенасыщен Поэзией Блока Впрочем Тогда Как и Теперь Блоку Поклонялись Все Однажды Я прочитал Ключик У Бунина В то время Ищем Малоизвестного И почти Никем Не признанного Ключик Поморщился Но Видно Поэзии Бунина Удалось Проникнуть В Тайны Тайны Ключика В один Прекрасный День Вернувшись Из деревни Где он Жил Репетитором В доме Степного Помещика Ключик Прочитал Мне Новое Стехотворение Под названием Степи Посвященное Мне И написанное Под Бунина Иду Степи Под золотым Закатом Как Хорошо Здесь Весь Простор Румян И Все В огне А По далеким Хатам Ползет Дымясь Сиреневый Туман И так далее Я был Очень удивлен Это было Скорее под меня Чем под Бунина И кажется Ключик Больше никогда Не упражнялся В подобном Роде Совершенно Ему Несвойственным Его Гений Развивался По совсем Другим Законам Думаю Что влиял На Ключика Также И Станислав Пшебышевской Польский Декадент Имеющий В то время Большой Успех Под Пшебышевского Ключик Написал Драму Маленькое Сердце Которую Однажды Разыграли Поклонники Его таланта На сцене Местного Музыкального Училища Я был Помощник Режиссера И в сцене Когда некий Золотоволосый Антек Должен был Застрелиться От любви К некой Ванде Я должен был За кулисами Выстрелить Из настоящего Револьвера В потолок Но конечно Мой револьвер Дал осечку И некоторое Время Золотоволосый Антек Растерянно Вертел в руках Бутафорский Револьвер Время От времени Неуверенно Прикладывая Его То к виску То к сердцу А мой Настоящий Револьвер Как нарочно Давал Осечку За осечкой Тогда я Трахнул Подвернувшимся Табуретом По доскам Театрального Пола Золотоволосый Антек Сдрогнув От неожиданности Поспешил Приложить Бутафорский Револьвер К сердцу И с некоторым Опозданием Упал Под пол Так что пьеса В конечном итоге Закончилась Благополучно И публика Была в восторге Устроила Ключик Овацию И он выходил Несколько раз Кланяться Маленький Серенький Лобастенький Слоненок Сияя Славой А я Аккуратно Дергал За веревку Раздвигая И задвигая Самодельный Занавес Барышня Барышня А сам Любовь Любовь Неразделенная Измена Или просто Любовь Неудачная В особенности Любовь Ранняя Которая Оставляет Сердце Рубец На всю жизнь В истоках Творчества Гения Ищите Измену Или Неразделенную Любовь Чем опаснее Нанесенная Рана Тем Гениальнее Творение Художника Приводящее Его В конце Концов К Самоуничтожению Я не хочу Приводить Примеры Они Слишком Хорошо Известны Однако Надо иметь Ввиду Что Самоуничтожение Не всегда Самоубийство Иногда Оно принимает Другие Более Скрытые Но не менее Ужасные Формы Дуэль Пушкина Уход Толстого Из ясной Поляны Переживший Рядом С ключиком Лучшую часть Нашей жизни Я имел Возможность Не только Наблюдать Но и Участвовать В постоянных Изменениях Его гения Все время Оттолкавшего Его в пропасть Я был Так душевно С ним Близок Что Нанесенная Ему Некогда Рана Оставила Срам И в моем Сердце Я был Свидетелем Его любовной Драмы Как бы Незримой Для окружающих Клютик Был скрытен И самолюбив Он ничем Не выдал Своего отчаяния Идеалом Женщины Для него Всегда была Настасья Филиппна Из идиота С ее Странной Неустроенной Судьбой С ее Прекрасным Несколько Скуластым Лицом Мессианской Красавицы С ее Чисто русской Сумасшедшинкой Он так и не нашел В жизни Своего Литературного Идеала В жизни Обычно Все складывается Вопреки Мечтам Подруга Ключика Стала Молоденькая Едва ли Не 17-летняя Веселая Девушка Хорошенькая И голубоглазая Откуда Она взялась Не имеет Значения Ее Появление Было Предопределено Только Что Более Чем С двухлетним Опозданием У нас Окончательно Установилась Советская Власть И мы Оказались В магнитном Поле Победившей Революции Так решительно Изменившей Всю нашу Жизнь Впервые Мы почувствовали Себя Освобожденными От всех Тягот И предрассудков Старого Мира От обязательств Семейных Религиозных Даже Моральных Мы Опьянели От воздуха Свободы Только Права И никаких Обязанностей Мы Не капиталисты Не помещики Не фабриканты Не кулаки Мы Дети Мелких Служащих Учителей Акцизных Чиновников Ремесленников Мы Разночинцы Нам Нечего Терять Даже Цепей Которых У нас Тоже Не было Революция Открыла Для нас Неограниченные Возможности Может быть Мы Излишне Идеализировали Революцию Не понимая Что и революция Накладывает На человека Обязательства А полная Химически Чистая 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 Свобода Настанет В мире Еще Не так-то Скоро Лишь После того Когда на земном Шаре Разрушатся Последние Государства И все Народы Расприпозабыв В единую Семью Соединятся Но тогда Нам казалось Что мы Уже Согнули В этот Отдаленный Мир Всеобщего Счастья Продолжение следует Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжилотдела Мы были ближе к Фурье, чем к Марксу Образовалась коммуна поэтов В реквизованном особняке при свете масляных и сальных коптилок Мы читали по вечерам стихии В то время как в темных переулках города, лишенного электрического тока Возле некоторых домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами И над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семиэтажный дом губчака Где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье и бежавшие из города контрреволюции А утром на стенах домов и на офисных тумбах расклеивались списки расстрелянных Я даже не заметил с чего и как начался роман Ключика Просто однажды рядом с ним появилась девушка, как нельзя более соответствующая стихам из Руслана и Людмилы Есть волшебницы другие, которых ненавижу я Улыбка, очи голубые и голос милый О, друзья, не верьте им, они лукавы Страшитесь, подражая мне их упоительные отравы Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира Как лица, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее То есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений Для меня Пушкин великое произведение природы Вроде грозы, бури, метели, летучие гряды облаков, лунные ночи, чувыканье соловьев, даже чумы Я его цитирую, так же, как цитирую множество других прекрасных авторов и явлений природы Процитировал же Толстой предутреннюю летнюю луну, похожую на кусок ртути Именно на кусок Хотя ртуть существует как шарик Так что примиритесь с этой моей манерой Почему же мне не цитировать других в том случае, когда я сам не могу создать слуцева? Итак, улыбка, очи голубые и голос милый Такова была подруга Ключика, его первая любовь А то, что она лукава, выяснилось позже и нанесло Ключику незаживающую рану Что оставило неизгладимый след на всем его творчестве Сделало его гениальным и привело, в конце концов, к медленному самоуничтожению Это стало вполне ясно только теперь, когда Ключика уже давно не существует на свете И только его тень неотступно следует за мною Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию Ключика Ах, как они любили друг друга Ключик и его дружок, дружочек, как он ее называл в минуты нежности Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех И мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья Не связанные друг с другом никакими обязательствами Низчие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные Они способны были вдруг поцеловаться среди белой дня прямо на улице Среди революционных плакатов и списков расстрелянных Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами И Ключик, великий мастер на слова Столь изобретательный в своих литературных произведениях Ничего не мог придумать более оригинального, чем Дружочек-друзик Он бесконечно спрашивал Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружочек-друзик На что она так же беспечно смеясь отвечала А ведь ты мой слоненок, слоник Никому в голову не могло прийти, что в это время у Ключика в семье разыгрывается драма Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром Увы, это было не так Семья Ключика собиралась уезжать в Польшу Провозглашенную независимым государством Поляки возвращались из России на родину И вдруг оказалось, что Ключик решительно отказывается ехать с родителями Несмотря на то, что он всегда даже несколько преувеличенно гордился своим шляхетством Он не захотел променять революционную Россию на панскую Польшу В упрямстве Ключика его семья обвинила девушку, с которой Ключик не захотел расстаться Мать Ключика ее возненавидела и потребовала разрыва Ключик отказался Властная полька, католичка, полезская ведьма Проклила сына, променявшего Польшу на советскую девушку С которой Ключик даже не был обвинчен Или в крайнем случае зарегистрирован Произошла драматическая сцена между матерью и сыном Который до этого случая был всегда почтительным и послушным Но вдруг взбунтовался В нем заговорила материнская кровь Нашла коса на камень Семья Ключика уехала в Польшу Ключик остался Его любовь к дружочку не изменила наших отношений Но теперь нас уже было не двое, а трое Впрочем, когда нас перевели в Харьков на работу в Югросту Для укрепления пропагандистского сектора Дружочек на некоторое время осталась в Одессе Так что самые тяжелые голодные дни не испытала Но времена переменились И скоро она перебралась к Ключику в Харьков Мы жили втроем Нанимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазской Прилетивших нас своими поэтическими названиями Наши дела поправились Мы прижились в чужом Харькове Уже недурно зарабатывали Иногда вспоминая свой родной город И некоторые проказы прежних дней Среди которых видное место занимало Забавная история брака дружочка С одним солидным служащим в губ проткоме По первым буквам его имени, отчества и фамилии Он получил по моде того времени сокращенное название Маг Ему было лет сорок, что делало ему в наших глазах стариком Он был весьма приличен, вежлив, усат, бородат И я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности Он был, что называется, вполне порядочный человек Вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров Где и влюбился в дружочка Когда они успели договориться, неизвестно Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом Объявила Клютику, что она вышла замуж за Мака И уже переехала к нему Она нежно обняла Клютика Стала его целовать, роняя прозрачные слезы Объяснила, что, служа в продовольственном комитете Мак имеет возможность получать продукты И что ей надоело влачить полуголодное существование Что одной любви для полного счастья недостаточно Но что Клютик навсегда останется для нее Самым светлым воспоминанием Самым-самым ее любимым друзиком Слоником, гением И что она не забудет нас И обещает нам продукты Тогда я еще не читал роман Аббата Прево И не понял, что, дружочек, разновидность Манон Леско И что тут уж ничего не поделаешь Ключик в роли кавалера де Грие Грустно поник головой Он начитался Толстого и был непротивленцем Я же страшно возмутился И наговорил дружочку массу неприятных слов На что она весело, смеясь Блестя голубыми глазами Сказала, что понимает, какую глупость совершила И согласна в любой миг бросить Мака Но только стесняется сделать это сама Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака Похищена Это будет так забавно, прибавила она И я опять вернусь к моему любимому слоненку Так как Ключик по своей природе был человек воспитанный Не склонный к авантюрам То похищение дружочка я взял на себя Как наиболее отчаянный из всей нашей компании В условленное время мы отправились с Ключиком за дружочком Ключик остался на улице Шагая взад-вперед перед подъездом Хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном А я поднялся по лестнице И громко постучал в дверь кулаком Дверь открыл сам Мак Увидеть меня он засуетился И стал теребить бородку Как бы предчувствуя беду Вид у меня был устрашающий Офицерский френч времен Керенского Холчевые штаны, деревянные сандалии на босу ногу В зубах трубка, дымящая махоркой А на бритой голове Красная турецкая феска с черной кистью Полученная мною по ордеру вместо шапки в городском веселом складе Не удивляйтесь Таково было то достославное время Граждан снабжали, чем Бог послал Но зато бесплатно Где дружочек? Грубым голосом спросил я Видите ли? Начал Мак серебешный рок-пинкне Слушайте, Мак Не валяйте дурака Сию же минуту позовите дружочка И я вам покажу, как быть в наше время Синей бородой Ну, поворачивайтесь живее Дружочек Блеющим голоском позвал Мак И нос его побелел Я здесь, сказала дружочек, появляясь в дверях Буржуазно обставленные комнаты Здравствуй Я пришел за тобой Нечего тебе здесь прохлаждаться Клютик тебя ждет внизу Позвольте Пробормотал Мак Не позволю, сказал я Ты меня извини, дорогой Сказал дружочек, обращаясь к Маку Мне очень перед тобой неловко Но ты сам понимаешь Наша любовь была ошибкой Я люблю Клютика И должна к нему вернуться Идем, скомандовал я Подожди, я сейчас возьму вещи Какие вещи, удивился я Ты ушла от Клютика в одном платьице А теперь у меня уже есть вещи И продукты Прибавила она Скрылась в плюшевых недрах квартиры И проворно вернулась с двумя свертками Прощай, Мак, не сердись на меня Милым голосом сказала она Маку У Мака на испуганном лице Показались слезы И смотрите у меня Сказал я на прощание Погрозив Маку трубкой Чтобы этого больше не повторялось Мы с дружочком спустились По лестнице на улицу Где я передал нашу Манон Леско С рук на руки кавалера Дегрия Читателю все это может показаться невероятным Но таково было время Паспортов тогда не существовало И браки легко заключались И расторгались в отделе актов Гражданского состояния На Дерибасовской В бывшем табачном магазине Самбале Где еще не выветрился Запах турецкого табака Браки заключались По взаимному согласию А разводы В одностороннем порядке Как ни странно Но всю эту историю с Маком Мы тогда воспринимали Всего лишь как забавное приключение Не понимая всей серьезности Того что случилось Не прошло и года Как Ключик вспомнил об этом Но уже было поздно Во всяком случае Еще долгое время История с Маком служила поводом Для веселых импровизаций И дружочек не без юмора Рассказывала Как она была Замужней дамой Через некоторое время Уже в Москве В моей комнате В Мыльниковом переулке Раздался телефонный звонок И оживленный женский голос Сказал Здравствуй Как поживаешь Я узнал голос дружочка Можешь меня поздравить Я уже в Москве Сказала она А Ключик Спросил я Остался в Харькове Как ты приехала одна Не совсем Проговорила дружочек И я услышал Ее странный смешок Как это не совсем Спросил я Пречувствую недоброе А так Услышал я Веспечный голос Жди нас И через полчаса В мою комнату Вбежала Нарядно одетая В модной шляпке С сумочкой Даже кажется В перчатках Дружочек А следом за ней Боком Криво Как бы расталкивая В воздух Высоко поднятым плечом Прошел в дверь Человек В новом костюме И в соломенной Шляпе-канатея Высокий С ногой Двигающийся Как на сорнирах Это был Колченогий Так я буду Его называть В дальнейшем Одна из Самых удивительных И может быть Даже зловещих Фигур Вдруг появившихся Среди нас Странное порождение Той эпохи Остатки Деникинских войск Были сброшены В Черное море Обезумевшие Толпы беглецов Из Петрограда Москвы Киева Почти все Что осталось От российской Вандеи Стурмовали Пароходы Уходившие В Варну Стамбул Салоники Марсель Контрразведчики Не сумевшие Пробиться На пароход Стрелялись Тут же На пристани Среди Груды Брошенных Чемоданов Город Скверны В помещении Деникинского «Освага» возникло новое советское учреждение «Одук Роста», то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготавлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. Плакаты эти, тут же еще не высохнув, разносились и развозились по всему городу на извозчиках и велосипедах. На плакатах под картинками помещались агитстихи нашего сочинения, например, «По небу полуночи врангель летел, и грустную песню он пел, товарищ, барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел». С утра до вечера в «Одук Росте» кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов – польского и врангельского Крымского. Положение новой советской власти все еще было неопределенным, хотя окончательная победа уже явно ощущалась. Наш «Одук Росте» руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек – Колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губ ревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, Колченогий резко выделялся своим видом. Во-первых, он был калеком, с отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающейся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающей не то смертельно раненого дугиатора, не то пасшего ангела с прекрасным демоническим лицом. Он появлялся в машинном бюро Аду Кросты, селяя любовный ужас в молоденьких машинисток. При внезапном появлении Колченогова они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных Унбервудов с непомерно широкими каретками. Может быть, он даже являлся им в грешных снах. О нем ходило множество непроверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвался своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но по случайности он остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил, белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, у него был партийный билет, и все тогдашние чистки он проходил благополучно. Он принадлежал к руководящей партийной головке города, и во общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недосягаем как звезда. Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти. У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах. Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмиистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода. Это прибавляло к его личности нечто демоническое. Вскоре в местных известиях стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе. От птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О, город Ришелье и де Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим! Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку. Эта поэтическая инверсия птичьей шеврон привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической ливизны. Помню еще отличные четверостищи Колченогова того периода. Сидроты сердца не разменены. И хлеб, все те же пять хлебов, Россия, Разина и Ленина, Россия огненных столбов. Это испрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции. Должен, кстати, опять предупредить читателей, что все стихи в этой книге я цитирую исключительно по памяти. Так что не ручаюсь за их точность. А проверять не хочу, даже если это стихи Пушкина. Так что рассматривать мое сочинение как научное пособие нельзя. Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира. Чужую поэзию я воспринимаю как свою и сделаю в ней поправку. Сделал за поправку Толстой, цитируя стихи Пушкина. И горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк постыдных не смываю. А у Пушкина не постыдных, а печальных. Толстой превратил их в постыдные и был прав. Так как имел обыкновение пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя. Первое время между Колченогим и нами не было никакой товарищеской связи. Но ведь все же и мы, и он, кроме всего прочего, были поэты, то есть братья по безумию. Так что мало-помалу мы не могли не сблизиться, ни сто так не сближая от людей, как поэзия. Он стал изредка захаживать на наши поэтические собрания. Сначала свои стихи не читал. Явно стеснялся, лишь изредка делая замечания, относящиеся к чужим стихам. Его речь была так же необычна, как и его наружность. Его заикание заключалось в том, что он часто, в начале и середине фразы, произнесенной с некоторым староукраинским акцентом, он останавливался и вставлял какое-то беспомощное, бессмысленное междометие «Ото, ото, ото». С точки «Ото, ото ритмической», говорил он, «Данное стихотворение как бы написано, ото, ото, сельским писарем». Едучи впоследствии с Колченогим в одном из железнодорожных вагонов по пути из Одессы в Харьков, куда нас перебрасывали для усиления Харьковского агитпрома, я слышал такую беседу Колченогова с одним весьма высокопарным поэтом-классиком. Они стояли в коридоре и обсуждали бегущий мимо них довольно скудный новороссийский пейзаж. Поэт-классик, носивший пушкинские бакенбарды, некоторое время смотрел в окно и, наконец, произнес свой приговор пейзажу, подыскав для него красивое, емкое слово, несколько торжественное «схолмление». На что Колченогий сказал, «Ото, ото, ото, скудаумная местность». Он был ироничен и терпеть не мог возвышенных выражений. Его поэзия в основном была грубоматериальной, вещественной, нарочито корявой, немузыкальной, временами даже красноязычной. Он умудрялся создавать строчки шестистопного ямба без цезуры, так что тонический стих превращался у него в архаическую силабику Кантемира. Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом. Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причем в осени старался его апоэтизировать, наоборот. Он его еще более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. Это сближало Колченогова с Бадлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения «Падаль». На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, который впервые прочитал нам Колченогий своим запинающимся совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с программным названием «Плоть». В этом стихотворении, называющемся «Предпасхальное», детально описывалось, как перед Пасхой в сарая рыхлой шкурой мха покрытым закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу. Были блестяще описаны и кабан, и индюки, и предстоящие пасхальные пиршества хозяина-помещика. Там были такие строки, по-моему, пророческие. «И кабану уж вялому от сала, забронированному тяжко им. Ужель весна хоть смутно подсказала, что ждет его холодный нож и дым? Молчи, си твари, и меня прикончит порукоять, вогнав клинок, тоска, и будет выйти рыскать, сука и гончая душа моя, ребенка-старичка». В этих ни на то не похожих, неуклюжих стихах мы вдруг ощутили вечное отчаяние Колченогова предчувствия его неизбежного конца. Плоть была страшная книга. Но застрелюсь. Это очень просто. Нажать курок, и выстрел прогремит. И пуля виноградиной наростом застрянет там, где позвонок торчит. А дальше что? И в нос теперь уже как падаль, в нос распотрошенного и с липкой течкой брусничной бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня. Обиду стерла кровь. И ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло, я к виску? О, безвозвратного! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь, ку-ку. А пальцы корчат, тянутся к виску. Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке. Я не буду цитировать еще более ужасных его стихотворений, способных довести до сумасшествия. Нет, Колченогий был исчадием ада. Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом революции. Но его душа оттяготела к этому богу. Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки. Но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя. Недаром же он писал, как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло. Градиный вихрь на церкви вышиб под самым куполом стекло. Как будто, выхватив проворно остроконечную звезду, метавшие ледяные зерна, гудевшие в небе на лету. А в сылах мата и корявы, а рожью крытые поля, здесь пересечены суставы, коленца каждого стебля. Христос, я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью, как смел пустить он градом в раму и тронуть скинью твою. Но мне, прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу. твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу. Теперь, когда я опишу эти строки, Толченогову никто не помнит, он забыт. Но тогда он был известен только нам, тем, из которых остался в живых, кажется, только один я. В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после Поволжского голода, мы настолько сбрызились с Колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг друга стихи. Ключик, дружочек и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться. Я первый уехал в Москву. И вот я уже стою в тесной редакционной комнате Красной Новой в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку Королевича и Мулата. Королевич в охмелю, Мулат трес и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает. Ну что вы, товарищи. Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда и бежать. Прямо на улицу или укрыться в крошечной коморке кабинета редактора Воронского, который сидел согнувшись над своим шведским дюро, черный, маленький, носатый, в очках, сам похожий на Ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя выясняли отношения два лучших поэта страны. Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигента у Мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как Мулат, по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на раба, и на его лошадь, с пылающим лицом, в развивающемся пиджаке с оторванными пуглицами, с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось. Что между ними произошло? Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях, Мулат, кажется, упомянул о своих отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными. То они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки. По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной неприязни. Не знаю, как Мулат, но Королевич всегда ненавидел Мулаты и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем, и с другим, хотя с Королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени Мулата, не признавал его поэзии и говорил мне, ну подумай, какой он к черту поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь. Я отмалчивался, потому что весь был во власти поэзии Мулата, а объяснить ее магическую силу не умел. Да если бы и умел, то Королевич все равно бы ее не принял. С решетом они были разные. Поединок Мулата с Королевичем кончился в ничью. Обсими усилиями их разняли, и закрутив вокруг горла Кашнэна хлобучую скевку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, оскорбленный Мулат покинул редакцию. А Королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с командором. «Послушай, друг», говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом, «ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он тебя печатает в своем лесе. Подлецы нас поссорили. А я его богом клянусь люблю и считаю знаменитым русским поэтом. И если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя в водопьяном переулке. Стесняется своих футуристов, лефов или как их там, комфутов, пропадений пропадом. Вот секрест цветовой. Ты меня только поведи к нему на водопьяной. А уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу. Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с командором, чтобы приводить в водопьяный переулок незваных гостей. Что меня там самого недолюбливают и еще чего доброго дадут по шее и что я вовсе не уверен, будто командор действительно втайне любит его. Но королевич не отставал. Пойми, какое это будет силище я и он, да у нас вся русская поэзия окажется в шапке. Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться. «Так да ладно», сказал королевич, «не хочешь везти меня к командору, так вези меня к его соратнику, а уж он меня наверняка подружит с ним, соратник у него первый друг, а соратник тебя любит, я знаю, ты с ним дружишь, он считает себя хорошим поэтом». Королевич льстивая и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы. Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу, ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу, но надо было знать характер королевича, веди меня сейчас же, я знаю, это отсюда два шага, ты дал мне слово. «Лучше как-нибудь на днях, веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся». Это был как бы разговор двух мальчишек, я согласился. Королевич поправил и сколько возможно привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, настоящая лада, почти сказочный персонаж не той снегурочки, не той садко. Сначала она испугалась, отсатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату. это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратникой. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода, и другого выхода не имела, так что как обходились Садяева неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пепетре Бештейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного лакированного с поднятым крылом пегаса, на котором несомненно ездил хозяин поэт, белела распахнутая тетрадь произведения Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая, поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо, только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резиды, аромат кружевных навлочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль, алые розы на черном фоне. Вазы с яблочной пастилой с добными крендельками так и бросались в глаза. Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелкомом об ажуре цвета танго. Какими судьбами воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на ты. Я был неприятно удивлен. Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану, тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов. В таком случае, при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе. По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником. Не следует забывать, что соратник и Мулат были близкими друзьями, и оба начинали в центрифуге Боброва. Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени, как человек в доме свой. А где же Коля, спросил королевич? Его нет дома, но он скоро должен вернуться, я жду его к чаю. Королевич нахмурился, ему нужен был соратник сию же минуту, вынь да положь. Он не выносил промедлений, особенно если был слегка вытесшим. Странно это, сказал королевич, где же он сляется, интересно знать. Я бы на твоем месте не допускал, чтобы он где-то шлялся. Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов. Она сыграла на рояле несколько прелюдов Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения. Но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления. Ему подавай Колю. Лада предложила нам чаю. Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю. Он скоро придет. Мы уже это слышали. С плохо скрытым раздражением сказал королевич. Он положительно не переносил ни малейших препятствий, к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя, но я чувствовал, что в нем уже начал пошевеливаться злой дух скандала. Почему он не идет? Время от времени спрашивал он с отвращением, откусывая рябиновую пустину. Видимо, он заранее нарисовал себе картину. Он приходит к соратнику, соратник и тут заведет его к командору. Командор признается в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признается в любви к поэзии командора, и они оба соглашаются разделить первенство на российском парнасе. И все это кончается апофеозом всемирной славы. И вдруг такое глупое препятствие, хозяина нет дома, и когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где кроме рахманиного и чашки чая с пастилой ни черта не добьешься. А время шло. Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На сечках вспыхнул девичий румянец. зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал, «Беда хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок. Ах, дорогой, возьми мой». Лада взяла из стопки стираного белья и подала королевичу с обаятельней ши улыбкой воздушный кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака. «О нет!» Почти пропел он ненатурально восторженным голосом. «Таким платочком достойно вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит». Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло. Я взорвался. «Послушай», сказал я, «я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой, и мы уходим». «Я с непередаваемым презрением воскликнул он, чтобы я извинялся, тогда я тебе набью морду», сказал я, «Ты мне набьешь все большим презрением», уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом королевич. Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться, как мальчишки. Затрещал и развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля, упала на пол ваза с белой и розовой пастилой, полетели во все стороны разорваны листы Ахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек. Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая руки, «Спасите, помогите, милиция!» Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа? Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатились вниз по лестнице. Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятие, разошлись в разные стороны. Причем я был уверен, что нашей дружбе конец. И это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда. Однако через два дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый и трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал, а меня еще потом били маляры. Конечно, никаких маляров не было, все это он выдумал. Маляры это была какая-то реминиценция из преступления и наказания. Убийство, кровь, лестничная клетка, раскольников. Королевич обожал Достоевского и часто знакомец с кем-нибудь и пожимая руку представлялся так Сведригайлов. Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его больным воображением. Таинственно улыбаясь, он сказал мне полушепотом, что меня ждет нечаянная радость. Я спросил какая, но он сказал еще более таинственно «Сам увидишь скоро». В веревочной кошелке, которую он держал в руках, я увидел бутылку водки и две копченые рыбины, связанные за жаброй бечевочкой. Рыбины были золотистого оттенка и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал «Только не сейчас, потом, потерпи». После этого он, как некое величайшее открытие, сообщил мне, что он недавно перечитывал «Мертвые души» и понял, что Гоголь гений. Ты понимаешь, что он там написал? Он написал, что в дождливой темноте России дороги расползлись как раки. Ты понимаешь, что так сказать мог только гений? Перед Гоголем надо встать на колени. Дороги расползлись как раки. И королевич действительно встал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю. Перекрестился как перед иконой и стукнулся головой о пол. Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь гений, и напомнил, что у Гоголя есть природа как бы спала с открытыми глазами, и также графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке, в чулане Плюшкина похожего на бабу. Неужели он это написал? Пасис суеверным ужасом воскликнул королевич. А ты не врешь? прибавил он подозрительно, глядя на меня. Может быть, это ты сам выдумал, что графинчик был в фуфаечке и морочишь меня. Прочти, Вия, прочти сцену Плюшкина. Он смущенно покрутил головой. Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей со скрытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем, особенно имажинистом? Тоже мне образное мышление. Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас. И мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя, и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы. Правда, еще не вполне выросшими, созревшими. В этот миг раздался звонок, и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на седьмом этаже, и назначил ему свидание у меня, с тем, чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную. Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лешов, признававших меня. Он настолько верил в меня, как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек он сделал мне такую надпись. Большими буквами сверху стояло слово «поэту». Дальше было мое имя, и потом с враждой за его отход от поэзии к всерьез и на долгой прозе, любящей его искренне такой-то. «Может быть, он был мой самый настоящий верный друг, но он был гораздо старше меня, как по возрасту, так и по литературному положению, и его дружба со мной имела скорее характер покровительства, что еще Пушкин назвал «иль покровительство позор». Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. Ни одной заметной черточки, не за что зацепиться. Ну, в приличном осеннем пальто, но с бритым несколько сырообразным сероватым лицом. Ну, может быть, советские служащие среднего ранга, кто угодно, но только не поэт. А между тем все-таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так, ни одной заметной черты. Рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником командора, одним из вождей левого фронта. Ну, словом, не могу его описать. Складываю, как говорится, перо. Помнится, то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников приживал, страстно в него влюбленных. Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время конючил, прося позволения прочитать свои стихотворения. Королевич обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь выражения. Ну, чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом самородком вроде Алексея Кольцова или Никитина? Так можешь успокоиться, ты полная бездарность. Твоими стихами можно только подстираться и то поцарапаешь задниц. Ну? Не пускай сопли и не рыдай, Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли и возвращайся в деревню землю пахать вместо того, чтоб тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть по крайней мере не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку, тоже мне гений. Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой черт я тебя дурака пою, кормлю, жалкий прихлебала? В те годы развелось великое множество подражателей королевича, приезжавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал, но все же ему льстило такое поклонение. Кажется, ни один из этих несчастливых, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевических эпигонов, так и не выписался в сколько-нибудь приличного поэта. Все они сгинули после смерти своего божества. Иные из них, по примеру, королевичи наложили на себя руки. Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился. Мы остались втроем. Королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом, «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль». Он произносил слово «очень» как-то изломанно, со своим странным асцентом. Выходило «йочень», «ой йочень», «и очень». Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему, жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы. Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыл свои вдруг помутневшие глаза смертельно раненого человека, может быть, даже животного оленя, и своим особым, надсадным, со странным акцентом голосом произнес. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только к рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек, на кровать ко мне садится. «Черный человек спать не дает мне всю ночь». Только тут мы поняли, что это начало поэмы. Черный человек, он произносил с особенным нажимом, еще более ломая язык. Черный, черный, черный человек, ловик. Королевич вздрогнул и стал озираться, как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак. Мороз тронул мои волосы, серое лицо соратника побледнело. Поэма называлась «Черный человек». «Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавя надо мной, как надусопшим монах, читает мне жизнь какого-то пройдохи и забулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный, слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный» не через «йо», а через «о», черный, 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 хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно тягучим «йо». Черный, черный, черный. что делало это слово еще более ужасным. Это был какой-то страшный, адский вариант Пушкинского «воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивают свиток». И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я уже упоминал, что Лев Толстой читает это стихотворение всегда с особенным упорством и значением вместо строк печальных говорил строк постыдных. Паряма королевича «черный человек» была полна строк именно не печальных, но постыдных, которых поэт не мог и не хотел смыть, уничтожить. Не знаю, не помню, в одном селе, может в Калуге, а может в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье с желтоволосой, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милую. Королевич стоял, прислоняясь к притолоке и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу. Мы были потрясены. Он продолжал. Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится, я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником. Потом он долго молчал, поникнув головой, а затем почти шепотом промолвил. месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один и разбитое зеркало. Звездообразная трещина разбитого зеркала как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец. Оказывается, поэт сам как в горячечном бреду разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой. Действительно, у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой и шелковой подкладке, наряд, в котором парижские щегли некогда ходили на спектакле «Гала» в Гранд-Опера. Однажды, в первые дни нашей дружбы, королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шлялись всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков. Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявшие уныло поджидая седоков возле еще неотремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними, следами ноябрьских дней семнадцатого года. Теперь там построено новое здание ТАСС. Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, скачил на переднее колесо и заглянул в лицо старику по щекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил. Еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков. Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу. Хочешь, сказал королевич. Ты что, не замай, крикнул в испуге извозчик. Не хватай возже, ишь, фулиган, позову милицию, прибавил он не в шутку рассердившись. Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой. Его детская личика под черной трубой шелкового цилиндра осветилась таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем поребяще показал ему язык, после чего они королевич и извозчик трижды поцеловались как на Пасху. И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом. Это были золотые денечки нашей легкой дружбы. Тогда он еще был похож на вербного сервина. теперь перед нами стоял все тот же кудрявый голубоглазый знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения. Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой. Но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал черного человека, и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал черного человека, пил не закусывая, наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма. Успех был небывалый, второе рождение поэта. Конечно, я не смог не потащить королевича к ключику, куда мы явились уже глубокой ночью. Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов двенадцати стульев, другом, не братом, и его женой, красавицей, художницей, родом из нашего города. Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей не видел живого королевича. Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили волосы. Ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире, в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот. В пятый или шестой раз я слушал черного человека, с каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший королевич читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие еле слышным шепотом. Кончилось это внезапной дракой королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал королевича повсюду как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватились за виски, королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже незменяем. Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь к Зинке и бить ей морду. Зинка была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двух детей и потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру. Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже поярисно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта. у командора тоже. Мне говорили «Джек Лондон деньги, любовь, страсть, а я знал, что ты Джаконда, которую надо украсть». И украли. у всех нас в душе была украденная Джаконда. Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полу облетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться. Но он продолжал бушевать. Осипшим голосом он пытался кричать «Этот подонок!» «Этот ничтожество!» Жалкий актеришка паршивый треплев, трепло. Он вполз, как змея, в мою семью, изображал из себя нищего гения. Я его подлеца кормил, поил. Он как собака спал у нас под столом, как последний шелудивый пес. И увел от меня Зимку потихоньку как вор и забрал моих детей. Нет, к черту, идем сейчас же все вместе бить ей морду! Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара бить морду ген Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил в охмелю Что мы могли поделать? Это был рок проклятия Королевич был любимцем правительства Его лечили, делали все возможное Отправляли неоднократно в санаторий Его берегли как национальную ценность Но он отовсюду вырывался Вот командор, другое дело Командор никогда, сказал соратник У командора совсем другой характер Он настоящий человек Строитель нового мира Революционер И мы согласились Командор Никогда не... Но почему же соратник Ближайший друг командора Комфут Вдруг Ни с того ни с сего Каким-то таинственным образом Противопоставил судьбе этих двух Таких разных гениев Думаю, что подсознательно Он уже и тогда предвидел Конец командора Его самоуничтожение Ведь командор много раз говорил Об этом в своих стихах Но почему-то никто Не придавал этому значения Ключик молчал Я понял его молчание Среди этой темной Московской ночи на бульваре Его сердце тоже терзал Незаживающий рубец Любви и измены Я вспомнил, как тогда Он приехал из Харькова в Москву Ко мне в мыльников переулок Он был прилично одет, выбрит Его голова, вымытая сампунем В парикмахерской Придавала ему решительность Независимость Это уже не был милый дружок А мужчина с твердым подбородком Однако я чувствовал, что в нем горит Все та же сердечная рана Один из первых вопросов, заданных мне Был вопрос Виделся ли я Уже с дружочком И где она поселилась С толченогим Я рассказал ему все, что знал Он нахмурился Как бы прикусив Польский уз, которого у него не было Что еще больше усилило его сходство с отцом Несколько дней он занимался Несколько дней он занимался Наконец я увидел ее профиль В поднятую руку Метнулись волосы И ее силуэт обращался К кому-то невидимому Она разговаривала со злым духом Я не удержался и позвал ее Она подошла к окну И опустила штору Я могу поручиться, что в этот миг она побледнела Я еще стоял некоторое время Под уличным фонарем И моя тень корчилась на тротуаре Но штора по-прежнему висела, не шевелясь Я ушел По крайней мере, я теперь знаю, где они живут Что-то в этой сцене было от Мэри Мэ Не удержался Клютик от литературной реминисценции Мы ее должны украсть Таким образом было решено второе после Мака Похищение дружочком На этот раз я не рискнул идти в логово Колченогова Слизком это был опасный противник Не то что Мак Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас Как поэт Над которым незримо витала зловещая тень Гумилева Некогда охотившегося вместе с Колченогим В экваториальной Африке На львов и носорогов Не говоря уж о его таинственной судьбе Заставлявшей предполагать самое ужасное Он являлся нашим руководителем Идеологом Человеком от которого в конце концов во многом зависела наша судьба Переведенный из столицы Украины в Москву Он стал еще на одну ступень выше И продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи В нем угадывался демонический характер Однако по твердому скульптурному подбородку Ключика Я понял, что он решился вступить в борьбу с великаном Ключик стоял посередине комнаты в мыльниковом переулке Расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове В позе маленького Давида перед огромным Голиафом Он великодушно отказался от моей помощи И решил действовать самостоятельно Он надолго исчезал из дому Вел таинственные переговоры по телефону Часто посещал парикмахерскую Изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе Любовался на себя в зеркале И в конце концов Однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая Нарядно одетая Пахнущая духами лориган коти Которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук Московскими потаскушками Обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин Не утративший еще своего древолюционного названия Мюр и Мерелиз Если раньше дружочек имел вид совсем молоденькой девушки То теперь в ней проглядывал нечто дамское Правда еще не слишком яркое Такими обычно выглядят бедные красавицы Недавно вышедшие замуж за богатого Еще не освоившиеся с новым положением Но уже научившиеся носить дамские аксессуары Перчатки, сумочку, кружевной зонтик, валетку Она нежная, даже кажется, со слезами на глазах Словно бы вырвавшись из плена Целовала своего вновь обретенного ключика Ярошила ему шевелюра, обнимала Называла дружком и слоником И заливалась странным смехом Что касается Колченозова То о нем, как бы по молчаливому уговору Не упоминалось Вместе с дружочком К нам вернулась наша бродячая молодость Когда мы на случайных квартирах При свете коптилки Читали только что вышедшее Все сочиненное командора Один из первых стихотворных сборников Выпущенных молодым советским государством На плохой, тонкой, почти туалетной бумаге Боже мой, как мы тогда упивались Этими стихами с их гиперболизмом Метафоричностью Необыкновенными составными рифмами Разорванными строчками И сумасшедшими ритмами революции Дни бык пек Медленно ле торба Наш бог бех Сердце наше барабан Мы выучили наизусть левый марш С его левый, левый, левый Мы хором читали Сто пятьдесят миллионов Мастера этой поэмы имя Пуля — ритм Рифма — огонь из здания-ждания Сто пятьдесят миллионов Говорят губами моими Ротационкой шагов В булыжном верже площадей Отпечатано это издание Нас восхищало, как нечто Невообразимо прекрасное Неслыханное Выйдь Не из звездного нежного ложа Божи железный Огненный Божи Божи не Марсов Нептунов и век Божи из мяса Бог — человек Пули погуще по арабеллам В гущу бегущим грянь Парабеллум Среди странной враждебной нам стихии Непа Бушующего в Москве В комнате на Мыльниковом переулке На один миг мы как бы вернулись Забытый нами мир От гремевшей революции Как будто бы жизнь начиналась снова И снова вокруг нас шли По черным ветвям мертвых деревьев Тайные соки Обещавшие вечную весну Именно в этот миг Кто-то постучал в окно Стук был такой Как будто постучали костяшками мертвой руки Мы обернулись И увидели верхнюю часть фигуры Колченогова Уже ошедшего мимо окон Своей ныряющей походкой Как бы выбрасывая вперед бедро Соломенная шляпа Конутье на затылке Профиль красивого мертвеца Длинное белое лицо Ход к нам вел через ворота Мы ждали звонка Дружочек прижалась к Ключику Однако Звонка не последовало Непонятно, сказал Ключик Вполне понятно, оживленно ответил Дружочек Я его хорошо изучила Он стесняется войти И теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе И ждет, чтобы я к нему выскочила Ни в коем случае Резко, сказал Ключик Но надо же было что-то делать Я вышел во двор И увидел два бетонных звена Канализационных труб Приготовленных для ремонта Видимо, еще с дореволюционных лет Одно звено стояло Другое лежало Оба уже немного ушли в землю Поросшую той травкой Московских двориков С протоптанными тропинками Которую так любили изображать На своих небольших полотнах Московские пейзажисты-передвижники Несколько тополей Потерневший от времени Порванный веревочный гамак Висел перед желтым флигелем Он свидетельствовал О мучительно длинной череде Многолетних затяжных дождей Но теперь Сквозь желтоватые листья кленов Светило грустное солнце И весь этот старомосковский Поленовский дворик Сохранившийся на задах Нашего многоэтажного доходного дома Служил странным фоном Для изломанной фигуры Колченогова Сидевшего на одном Из двух бетонных звеньев Нечто сюрреалистическое Он сидел понура Выставив вперед свою искалеченную Плохо сгибающуюся ногу В щегольском желтом полуботинке От Зеленкина Вообще он был хорошо И даже щеголевато одет В стиле крупного администратора Того времени Культявкой обрубленной руки Видневшейся в глубине рукава Он прижимал к груди Своё канутье А в другой же руке Бессильно повисшей над травой Держал увесистый Комиссарский наган Самовзвод Его нагло обритая голова Шафранно желтая, как дыня С шишкой Блесела от пота А глаза были Раскосо опущены Узкий рот иезуитски кривился И вообще В его как бы вдруг Ещё более постаревшем лице Чудилось нечто католическое Может быть Униадское И вместе с тем Украинское Мелкопоместное Он поднял на меня потухший взор И назвав меня официально По имени-отчеству То и дело заикаясь Попросил передать дружочку Которую тоже назвал как-то Церемонно По имени-отчеству Что если она Немедленно не покинет ключика Названного тоже весьма Учтивы по имени-отчеству То он здесь же у нас Во дворе Выстрелит себе В висок из нагана Пока он всё это говорил За высокой каменной стеной Заиграла дряхлая шарманка Доживавшая свои последние дни А потом Раздались петушиные Крики Петрушки Щемящие звуки Уходящего старого мира Вероятно они извлекали Из глубины сознания Колченогова его стихи Жизнь моя Как летопись загублена Киноварь не вьётся По письму Ну скажи Не знаешь Почему мне рука Вторая не отрублена Ну застрелюсь И это Очень просто Колченогий был страшен Как оборотень Я вернулся в комнату Где меня ждали Ключик и дружочек Я сообщил им о том Что видел и слышал Дружочек побледнел И он это сделает Я его слишком хорошо знаю Ключик помрачнел Опустил на грудь Свою крупную голову С каменным подбородком Однако его реакция На мой рассказ Оказалась гораздо проще Чем я ожидал Господа Рассудительно сказал он Скрести в понаполеоновские руки Что-то надо предпринять Труп самоубийцы У нас во дворе Вы представляете последствия Ответственный работник Стреляется Пости на наших глазах Следствие Допросы Прокуратура В лучшем случае Общественность Заклеймит нас позором А в худшем Даже страшно подумать Нет-нет Пока не поздно Надо что-то предпринять А что можно было предпринять? Через некоторое время После коротких переговоров Которые с Колченогим Вел я Дружочек Со слезами На глазах Простилась С ключиком И Выглянув В окно Мы увидели Как она Взяв под руку Ковыляющего Колченогова Удаляется В перспективу Нашего Почему-то Всегда Пустынного Переулка Было понятно Что это Уже Навсегда Кровавый конец Колченогова Отдалился На неопределенный Срок Но все равно Он был Обречен Недаром Так мучительно Сумбурными Могли показаться Его пророческие Стихи Окончательный Разрыв С дружочком Ключик Наружно Перенес Легко И просто Он даже Как бы Несколько Помолодел Будто Для него Началась Вторая Юность Но На соотношение С Колченогим И дружочком Как это ни странно Ничуть не Изменились Мы по-прежнему Были дружны И часто Встречались Мы с Ключиком Были Неразлучны До тех пор Пока он Не женился Но Его Женить Ничего Не изменило Мы были Оба внутренне Одинокие Оба Софарамами От первой Неудачной Любви Но Никто Этого Не замечал Последние Годы Мыльникова Переулка О котором Я еще Расскажу Более Остоятельно Оставили В моей Душе Навсегда Неизгладимый След Как первая Любовь Чистые Пруды Цветущие Липы Кондитерская Бартельца В большом Пряничном Доме Стиля Модерн Рюс На углу Покровки Недалеко От аптеки Сохранившейся С петровского Времени Кинотеатр Волшебные Грезы Куда Мы ходили Смотреть Ковбойские Картины Мелькающие Ресницы Мэри Пикфорд Развращенную Походку Чарли Чаплина В тесном Сюртучке Морские Маневры Окутанные Дымом Американские Дредноуты С мачтами Решетчатыми Как Эйфелевы Башни А позади Бывшая Гренадерская Казарма Где В восемнадцатом Году Восставшие Левые Сэры Захватили В плен Дзержинского В том же Доме Где Помещались Волшебные Грезы Горевшие По ночам Разноцветными Электрическими Лампочками Находилось И то Прекрасное Что называлось У нас С легкой Руки Ключика На ломаном Французском Языке Экуте Ле Богемьен Что Должно Было Означать Слушать Цыган Пока Из окон Волшебных Грез Долетали Звуки Фортепианного Галопа Крашенные Двери Пивной То и дело Визжали На блоке Откуда На морозный Воздух Вылетали Облака Пара И фигуры В драповых Пальто С каракулевыми Воротниками То и дело Подвое Потрое Бочком Спасались От снежных Вихрей Там где На помосте Уже Рассаживался Пестрый Цыганский Хор Мы Мы С ключиком В надвинутых На глаза Кепках Покрытых Снегом Входили В эту Второразрядную Пивнушку Чувствуя Себя По меньшей Мере Гусарами Примчавшимися На тройке Кьяру Слушать Цыган Стоит ли Описывать После Льва Толстого Цыганские Песни Надрывавшие Души Ни одного Поколения Русских Людей Стоит ли Описывать Ночную Метель От неба До земли Раскачивание Предутренних Фонарей Отчего Вся улица Ныряла Как сорвавшийся С якоря Корабль И тени Убегавших От нас Цыганок С узелками Под мышкой В которых Они несли Своим детям Цыганятам В Петровский Парк Еду Полученную В Трахтире Бесплодная Погоня За неземной Выдуманной Цыганской Любовью Единственное Что стоит Вспомнить Это слова Ключика По поводу Одной Старой Престарой Но могучей Цыганки Сидевшей Как идол В первом Ряду Хора Посередине С длинными Буклями По сторонам Грубого Мужского Лица Видимо Она была Хозяйкой И повелительницей Хора Нечто Вроде Пчелиной Матки Ты знаешь На кого Она похожа Спросил Ключик На кого Он сделал Длинную Паузу Во время Которой Несколько Раз Окунул Подбородок В пивную Пену И наконец Торжественно Провозгласил Она похожа На Джонатана Свифта Слово Свифт Его не удовлетворяло Ему Непременно Надо было Произнести Эффектное Джонатан Однажды В присутствии Командора Ключик Не удержался И произнес С пафосом Протуберанец Командор Слегка Поморщился Вокруг Его рта Появились Складки Он сказал Послушайте Ключик А вы не могли бы Выражаться Менее Помпезно Ключик Стал обидчиво Объяснять Что слово Протуберанец Вполне Научное Обозначает Астрономическое Явление Связанное Со структурой Солнечной Короны На что Командор Только безнадежно Махнул рукой Ночью Снежный Мятежный Чей-то Струнный Перебор И тени Саней Летящих Кьяру И звон Колокольчика И шорох Крупных Буденцов Так Мы Некоторое Время И жили С ключиком Но не думайте Что я описываю Двух Бездельников Оторванных От жизни От революции Это совсем Не так Мы много Усердно Работали В газете Гудок Предназначенной Для рабочих Железнодорожников По странному Сечению Обстоятельств В гудке Собралась Компания Молодых Литераторов Которые Впоследствии Стали Смею Сказать Знаменитыми Писателями Авторами Таких Произведений Как Белые Гвардии Дни Турбинных Три Толстяка Зависть Двенадцать Стульев Роковые Яйца Дьяволиад Расстратчики Мастеры Маргариты И много Много Других Эти Книги Писались По вечерам И по ночам В то время Как днем Авторы Их Сидели За столами В редакционной Комнате И быстро Строчили На полосках Газетного Срыва Статьи Заметки Маленькие Фильетоны Стихи Политические Памфлеты Обрабатывали Читательские Письма И наконец Составляли Счета За проделанную Работу Каждый Такой Счет Должна Была Подписать Заведующая Финансовым Отделом Старая Большевичка Из Ленинской Гвардии Еще Времен Искры Эта Толстая Пожилая Дама Вязанной Кофти С оторванной Нижней Пуговицей С добрым Но измученным Финансовыми Заботами Лицом И юмористической Почти Гоголевской Фамилией Не буду Ее здесь Упоминать Брала Счет Пристально Его Рассматривала И чесала Посидевшую Голову Кончиком Ручки Причем Глаза Ее Делались Грустными Как у Жертвенного Животного Назначенного На Захлание Неужели Все это Вы умудрились Настрочить За одну Неделю Спрашивала Она И в этой Фразе Как бы Слышался Осторожный Вопрос Не Приписали Вы В своем Счете Что-нибудь Лишнее Затем Она тяжело Вздыхала Отчего Ее Обширная Грудь Еще Больше Надувалась И Обтерев Перу Аюбку Макала Его В чернильницу И Писала На счете Сбоку Слово Выдать Автор Брал Счет И Собирался Поскорее Покинуть Кабинет Но Она Останавливала Его И Добрым Голосом Огорченной Матери Спрашивала Послушайте Ну На что Вам Столько Денег Куда Вы Их Деваете Эти Сущности Скромные Выплаты Казались Ей Громадными Суммами Куда Вы Их Деваете Могли Мы С Ключиком Ответить На Ее Вопрос Она Бы Ужаснулась Ведь Мы Были Одинокие Холостые Вокруг Нас Бушевал Неп Наконец Экутэ Ле Богем Это Ведь Было Недаром Мы Молчали Она Огорченно Махала Рукой В самом деле Что Она Могла О нас Подумать Беспартийные Безрода Бесплемени Неизвестно Откуда Взявшиеся Сомнительно Одетые С Развязанными Манерами Газетные Богемы Правда Не лишенные Литературного Таланта Но Этим То В общем Подозрительным Личностям Приходилось Выдавать Святые Партийные Деньги Она Так Привыкла К понятию Партийная Касса Что Всякие Деньги Считала Партийными И Отдавать Эх На Сторон Считала Чуть Ле Не Преступлением Перед Революцией Подписывая Наши Счета Она Как бы Делала Вынужденную Уступку Новой Экономической Политике С волками Жить Поволчь Выть Ее Можно было Понять Клютик Зарабатывал Больше С нас Всех Он Вообще Родился Под счастливой Звездой Его Все Любили Что Вы Умеете Спросили Его Когда Он Приехав Из Хайкова В Москву Пришел Наниматься В гудок А Что Вам Надо Нам Надо Стихи На Железнодорожные Темы Пожалуйста Получив Материал О непорядках На каком-то Железнодорожном Разъезде Клющик Как был В расстегнутом Пальто Сел За редакционный Стол Бросил Кепку Под стул И через 15 минут Вручил Секретарю Редакции Требуемые Стихи Написанные Его Крупным Разборчивым Круглым Почерком Секретарь Прочел И удивился Как Гладко Складно А главное Вполне На тему И Политически Грамотно После этого Возник вопрос Как стихи Подписать Подпишите Как хотите Хотя бы А Пушкин Сказал Клющик Я Нечиславный У нас Есть Ходовой Дежурный Псевдоним Зубила Под которым Мы пускаем Материалы Разных Авторов Не возражаете Наваляйте Через месяц Ходовой Редакционный Псевдоним Прогремел По всем Железнодорожным Линиям И Зубила Стал уже Не серым Анонимом А одним Из самых Популярных Пролетарских Сатирических Поэтов Едва ли Не затми Славу Зимьяна Бедного Ключик Зубила Оказался Бесценной Находкой Для гуска Синеглазый Я Со своими Маленькими Сильетонами На внутренние И международные Темы Потонули В сиянии Славы Зубила Как мы Не старались Придумывая Для себя Броские Псевдонимы И Крахмальная Манишка И Митрофан Гарунца И Оливер Твист Ничто Не могло Помочь Простой Совсем Неброский Даже Скучный Псевдоним Зубила Стал в гудке Номером Первым Когда Зубилу Необходимо Было Выехать По командировке На какую-нибудь Железнодорожную Станцию Ему Подавали Отдельный Вагон Он Часто Брал Меня С собой На свои Триумфальные Выступления Приглашая Собственный Вагон Что Был Для меня С одной Стороны Комфортабельно Но С другой Стороны Грызло Мое Честолюбие Ключик Зубила Выступал Со своими Знаменитыми Буриме Перед Тысячными Аудиториями Прямо В паровозных Депо Имея Не меньший Успех Чем наш Харьковский Дурак Некогда Сделавший Свою Служебную Карьеру С тисками Молодого Ключика Но В Гудке Произошло Еще Одно Чудо В числе Молодых Приехавших С юга В Москву За славой Оказался Наш Окси Друг Человек Во многих Отношениях Замечательный Он Был До кончиков Нахтей Продуктом Западной Главным Образом Французской Культуры Ее Новейшего Искусства Живопись Скульптуры Поэзии Каким-то Образом Ему Уже Был Известен Аполлинер О котором Мы Даже Птицелов Еще Не имели Понятия Во всем Его Облике Было Нечто Неистребимо Западное Он Одевался Как Симы Во что Бог Послал И Тем Не Менее Он Явно Выделялся Даже Самая Обыкновенная Рыночная Кепка Приобретала На его Голове Парижский Вид А Пенсне Без ободков Сидящие На его Странном Носу И как бы Скептически Поблескивающие Его Негритянского Склада Губы С небольшой Черничной Пигментацией Были Настолько Космополитичны Что Воспринять Его Как Простого Советского Гражданина Казалось Очень Трудным Между Тем Среди Всех Нас Одержимых Духом Революции Он Быть Может Был Наиболее Революционно Советским Он Дружил С Наследником Так Мы Назовем Одного Из Нашей Литературной Компании Который Привел Его К нам В агит Отдел Аду Кросты А потом И Так Называемый Коллектив Поэтов Где он Назовем Его Просто Друг Хотя Большей Частью И Молчаливо Но Весьма Неравнодушно Принимал Участие В наших Литературных Спорах Мы Полюбили Его Но Никак Не могли Определись Кто же Он Такой Поэт Прозаик Памфлетист Сатирик Тогда Еще Не Существовало Понятия Эссеист Во Всяком Случа Было Ясно Что Он Принадлежит К Левым Даже Может Быть Кубо Футуристом Нечто Маяковское Всегда Витало Над Ним В нем Чувствовался Острый Критический Ум Тонкий Вкус И Втайне Мы Его Побаивались Хотя Свои язвительные Суждения Он Высказывал Чрезвычайно Редко В форме Коротких Замечаний С места Всегда Очень верных Оригинальных И Зачастую Убийственных Ему Был Свойственен Афористический Стиль Однажды Сдавшись На наши Просьбы Он Прочитал Несколько Своих Опусов Как Мы Предполагали Это Было Нечто Среднее Между Белыми Стихами Ритмической Прозой Пейзажной Импрессионистической Словесной Живописью И Небольшими Философскими Отступлениями В общем Нечто Своеобразное Ни на что Не похоже Но очень Пластическое И Впечатляющее Ничего Общего Не имеющее С упражнениями Провинциальных Декадентов Сейчас Через Много лет Мне трудно Воспроизвести По памяти Хотя бы Один из Его Опусов Помню Только Что-то Где По ярко Зеленому Лугу Бежали Красные Кентавры Как бы Написанные Матисом И Молнии Ложились На темном Горизонте И Это была Вечная Весна Или Нечто Подобное Можете Представить Каких трудов Стоило устроить Его на работу В Москве Опечатание Его произведения Конечно Не могло Быть и речи Пришлось Порядочно Повозиться Прежде чем Мне не пришла На первый взгляд Безумная Идея Повести его Наниматься В гудок А что он умеет Спросил ответственный Секретарь Все и ничего Сказал я Для Зелезнодорожной Газеты Это Маловато Ответил Ответственный Секретарь Легендарный Август Потоцкий Последний Из рода Польских Графов Потоцких Подобно Филипсу Дзержинскому Примкнувший К революционному Движению Старый Большевик Политкоторжанин Совесть Революция На вид Грозный С нагло Обритый Круглый Как ядро Головой И со Сложением Борца Тяжеловеса Но в душе Нежный Добряк Преданный Товарищ И друг Всей нашей Компании Вы меня Великодушно Извините Обратился Он к другу Которого Я привел К нему Но как у вас Насчет Правописания Умеете ли вы Изложить Свою мысль Грамотно Лицо Друга Покрылось Пятнами Он был Очень Самолюбив Но он Сдержался И ответил Прищурившись В принципе Пишу Без Грамматических Ошибок Тогда Мы Берем Справщиком Сказал Август Быть Справщиком Значало Приводить В годный Для печати Вид Поступающие В редакцию Малограмотные И страшно Длинные Письма Рабочих Железнодорожников Справщики Стояли На самой Низшей Ступени Редакционной Иерархии Их материалы Печатались Петитом На последней Странице На так называемой Четвертой Полосе Дальше Уже Кажется Шли Расписание Поездов И похоронные Объявления Другу Вручили Пачку Писем В крисе В кость Исписанных Чернильным Карандашом Друг Отнесся К этим Неразборчивым Каракулям Чрезвычайно Серьезно Он Уважал Рабочий Класс Невиновный Своей Безграмотности Наследие Дореволюционного Прошлого Обычно Правщики Ограничивались Исправлением Грамматических Ошибок И сокращениями Придавая письму Незатейливую Форму Небольшой Газетной Статейки Друг же Поступил Иначе Вылучив Из письма Самую Суть Он Создал Совершенно Новую Газетную Форму Нечто Вроде Прозаической Эпиграммы Размером Не более 10-15 Строчек В две Колонки Таким образом Возникла Совершенно Новая Школа Обработчиков Перешедшая На более Высшую Ступень Газетной Иерархии Это была Маленькая Газетная Революция Старые Газетчики Долго Вспоминали Невозвратимо Далекие Золотые Дни Знаменитой Четвертой Полосы Гудка Создатель Жи Этого Новаторского Газетного Стиля Так и Остался В этой Области Неизвестным Хотя Через Несколько Лет В соавторстве С моим Братишкой Снискал Мировую Известность О чем Своевременно И будет Рассказано Пока Мне Не хочется Расставаться С Ключиком С Мыльниковым Переулком С его Особым Поэтическим Миром Где Наше Свободное Мнение Могли Не совпадать С общепринятыми Где Для нас Не существовало Авторитетов И мы Независимо Судили Об исторических Событиях О великих Людях Просто Как О соседях По квартире О Льве Толстом И Наполеоне Судили Строго Но справедливо Не делая Скидок На всемирную Славу Некоторых Из великих Мы совсем Не признавали Много Читали Кое-чем Чрезмерно Восхищались Кое-что Напрочь Отвергали Словом Позволяли Себе Колебать Мировые Струны Вокруг Нас Бушевали Политические Страсти Буржуазный Мир Еще не мог Смириться С победой Октябрьской Революции Волны Ненависти Катились На нас Запада Советская Власть С каждым Днем Мужала Но Ей Все еще Приходилось Преодолевать Множество Препятствий Сегодня Трудно Себе Представить Но В стране Была Безработица И в Москве Работала Биржа Труда Среди Буря Потрясений Рождалось Могучее Государство Рабочих И крестьян Появились Новые Формы Общественного Сознания Производственных Отношений Эпоха Великого Поиска Все Несло На себе Печать На весны Новый Кинематограф Новый Театр Новая Поэзия Новая Проза Новая Живопись Новые Имена Гремели Вокруг Нас Новые Поэмы Новые Фильмы Новая Техника Появились Первые Радиоаппараты Самодельные Ящики С детекторными Приемниками И Надев На голову Наушники Можно Было Слышать Муравьиную Возню Неразборчивой Человеческой Речи На разных Языках И Слабую Музыку Бог Весть Откуда Доносившуюся Из Мирового Эфира В наш Мыльников Переулок Но Все это Как бы Не имело К нам Отношения Мы Были Неизвестны Среди Громких Имен Молодого Искусства Мы Еще Не Созрели Для Славы Мы Еще Были Бутоны Аполлон Еще Не Требовал Нас К Священной Жертве Мы Только Еще Разминали Пластический Материал Своих Будущих Сочинений А то Что Было Написано Нами Раньше Преждевременно Умирало Едва Успев Родиться Однако Это Нас Нисколько Не Огорчало Может Быть Этим И Восхищался Брунсвик Мы Были В курсе Всех Событий Мы Шагали Мимо Дома Союзов Где В колонном Зале Проходили Политические Процессы Мы Читали Дискуссионные Листы Газет Разворачивая Их Прямо На улице И Ветер Вырывал Их У нас Из рук Надувая Как Паруса Мы Посещали Знаменитую Первую Сельскохозяйственную Выставку В Нескучном Саду Где Толпы Крестьян Колхозников И Единоличников Из всех Союзных Республик В своих Национальных Одеждах В тюбитейках И В попахах Оставя Павильоны И загоны С баснословными Свиньями Быками Двугорбыми Верблюдами От которых Исходила Целебная Вонь Скотных Дворов Толпились На берегу Разукрашенной Москвы реки Восхищаясь Маленьким Дюралевым Юнкерсом На водных Лыжах Который То поднимался В воздух Делая круги Над пестрым Табором Выставки То садился На воду Бегущую Синерябью Под дряхлым Крымским Мостом На том Месте Где ныне Мы привыкли Видеть Стальной Висячий Мост С натянутыми Струнами Креплений И Чего Глазеет Люд Эко Невед Верблюд Я На юнкерсе Катался Да и то Не удивлялся Именно к этому Периоду Нашего Творческого Бездействия Изнурительно Медленного Созревания Гражданского Самосознания Мне хотелось Бы отнести Те отрывочные Воспоминания О ключике На пороге Его зрелости О его Оригинальном Мышлении О его Совершенно Невероятных Метафорах Секрет Которых Ныне Утрачен Как утрачен Секрет Химического Состава Неповторимых Красок Мастеров Старинной Итальянской Живописи И по сей день Не потерявших Своей Светящейся Свежести Вероятно Здесь мы Имеем дело С физиологическим Феноменом Особым Устройством Механизма Запоминания В мозговых Клетках Ключика Странным Образом Соединенного С механизмом Ассоциативных Связей Метафора Это в общем Довольно Банальная Форма Поэтической Речи Вон и другой Бог Садовой Возьмем и нарядные. Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких лозыуглиных. Однако Клютик решил эту стилистическую задачу очень просто. Однажды, посмотрев в окно, насадящиеся за крыши солнца, он сказал, сейчас придут флаконы. Так они и остались у нас на всю жизнь под кодовым названием флаконы с маленькой буквы. По-моему, безукоризненно. Одно только слово, и все совершенно ясно. Вся, так сказать, картина. На этом можно и остановиться. Остальные метафоры Клютика общеизвестны. Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев и так далее. Наконец, неизвестные голубые глаза огородов. Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал, может закончить длинным, ни к чему не обязывающим предаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой. Нечто вроде того, что, изя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова, как заключительный аккорд. Голубые глаза огородов. Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть. Боюсь, что она так и останется, как неприкаянная. Но ведь она уже и так одна сама по себе произведение искусства, и никакого рассказа для нее не надо. Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений Ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации. Белые акации, гроздья душистые, вновь аромата полны. Была той неизлечимой душевной болью, которую Ключик пронес через свою жизнь после измены дружочка, подобно командору, у которого украли его Джоаконду еще во времена облака в штанах. Четные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти замену. Конечно, этой заменой не могли стать для нас флакона, так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха. Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные Ключиком вместе со мной в мыльниковом переулке. Так как это мое сочинение, или вернее лекция, не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мовизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов. Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мовизм, а также на литературный стиль моих сочинений последних десятилетий. Вот что писал Пушкин. «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке утонченности. Грубость и простота боли ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе. Ломаю эту привычку. Итак, высший тип женщины – небожительница. Красавица, по преимуществу блондинка, с бриллиантами в ушах, нежных, как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами коти, даже герлена. На узкой руке с мариновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, сумочки-пудреницы с зеркальцем и пуховка – продукт НЭПа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в метрополе вечером. Она танцует танго, фокстрот или ту-степ с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают, как бы написанные Матисом, золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю, лишь для того, чтобы люди не забыли о существовании мимолетных видений и гений в чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор. А в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, и два ее кавалера в смокингах с помощью метродотеля тоже в смокинге. Под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает. С ее ресниц течет черная краска, и слейф в крепдышиновом платье оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника. Следом за небожительницей в ранге красавиц идет хорошенькая девушка более современного полуспортивного типа. В кофточке с джерси с короткими рукавами, с ямочками на щеках и на локотках, чаще всего азартная любительница пинг-понга, имеющая у нас кодовое название «IWW Блеск Домен Стоп Ю». Дань американизму Левого фронта 20-х годов из стихов соратника. После «IWW» идет «Таракутска». Происходит от румынского слова «тартакутса», то есть «маленькая высушенная тыквочка», величиной с яблока, превратившегося у нас в южно-русское слово «таракутска», любимая игрушка маленьких деревенских детей. Если ее потрясти, в середине засушат высушенные семечки. Таракутски были наиболее распространенным у нас типом молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса, продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик, наполнявших в часы пик московские улицы. Они были большие модницы, хотя одевались стандартно. Лихо надетые на бекрень белые суконные беретики, аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка. Они были самостоятельны, независимы, улыбчивы. Их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часами, в ожидании свидания с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги. Их еще называли «фордики», в честь первых такси, недавно появившихся на улицах Москвы. Признаться, из всех видов красавиц они были для нас самые привлекательные, конечно, не считая флаконов. В Староакутске были маленькие московские парижанки, столичные штучки, то, что когда-то во Франции называлось «мединетки». Их не портило даже то, что пальчики на руках и на ногах у них были как бы не до конца прорезаны, вроде некоторых видов сдобного печенья, надрезанного по краям. И, видимо, создавая их, Бог очень торопился и не вполне закончил свою работу. За Староакутскими сли женщины неприятные. И среди них самый неприятный тип был холера. Тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, с висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Как ни странно, но бывали случаи, когда небожительница перерождалась в холеру, а холера каким-то образом преображалась в небожительницу. Но это случалось крайне редко. Зато между Таракутскими и IWW было больше сходства. И мужчины нередко их путали, что, впрочем, не приносило им особых огорчений. Был еще тип, носящий длинное кодовое название «Последний день парижской коммуны». Более возвышенный и одухотворенный тип холеры. С пятнами черных глазных впадин и страшно раскинутыми, распятыми руками, как барельеф, высеченный на могильном камне. И, наконец, первый день творения. Очень молоденькая, рано созревшая, малограмотная, с неразвитой речевой артикуляцией, с пуганными глазами на толстом, свекловично-багровом лице, каким-то образом, чаще всего, случайно очутившаяся в большом городе, и показывающая прохожим листок бумаги, на котором каракулями написан адрес, который она разыскивает. Первый день творения чаще всего превращалась в няньку. Няньки в то время еще не перевелись. В железнодорожную сторожиху, держащую в руке зеленый флажок. Но чаще всего поступала на фабрику и с течением времени превращалась в каракутску. Были еще какие-то разновидности, открытые мной склютиком. Но я уже о них забыл. Имелись также типы и мужчин. Но перечислять их не стоит, так как все они являлись для нас игрой воображения, выходцами из старого мира, заимствованными из дореволюционной классической литературы. Все это было для нас литературной игрой, вечной тренировкой наблюдательности, в особенности же упражнением сравнения. Однажды мы так же игрались в эту игру сходства, что Ключик, рассердившись не на шутку, закричал «Будем считать, что все похоже на все, и кончим это метафорическое мучение». С чем-то он, конечно, был прав. Но я думаю, что подобного рода игра ума, которой мы занимались чуть ли не с гимназических лет, сослужила нам впоследствии, когда мы стали всерьез писателями, большую службу. День Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok